Где-то там ват. Игнатий Тихонович, вот что вам звоню. Скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, я в чем-то не прав. Просто мне очень интересно, если честно, узнать, в чем я не прав и исправить свои ошибки. Просто там вопрос был с мусульманами, как бы. Я не утверждал, что Коран — это правда. Я просто говорю о том, что везде, где только можно, Господь усмотрел частичку своей истины для того, чтобы всегда можно было, даже в самом ничтожном, найти частичку Господа Бога и признать Иисуса Христа Господом. Коран — это изначально мерзость вообще, если на то пошло перед Богом. Но я показал то, что там можно даже в Коране, даже в самой еретической какой-то литературе можно найти частичку Господа Бога, от которой можно понять, что Господь все-таки есть Иисус Христос. То есть я не утверждал, что Коран — это правильно. Я просто показал, что даже в Коране, даже в этой книге, даже в этой литературе можно найти признание Иисуса Христа Господом Богом. Но вообще просто хотел с вами пообщаться, какой-нибудь совет, если честно. Про то, что сказали, сейчас я немножко скажу об этом, потом дальше говорите. В первую очередь в Коране нигде не сказано, что Иисус Бог и что Он второе лицо Троицы. И поэтому, как вы сказали сейчас, что можно из Корана познать никак нельзя. Наоборот. Это самое неприемлемое в мусульманстве. Я не говорю о том, что можно познать, извините. Не закончил. И поэтому, если говорят Иса Иисус, это не наш Иисус совершенно. Вот, допустим, нам нужно узнать человека. Нам дают раньше, ну вот, читаем, Борис Годунов, Пушкина. Фотографий не было. Описывали, какой. У него бородавка около глаза. Дальше у него порез на правой руке. Рост его такой, это аршин, там, 5-10. Вот только так можно было узнать. Фотографий-то не было. Точно так описание нашего Господа Иисуса Христа. Где оно известно? Евангелие. Абсолютно точный Евангелие. И предыдущий из Ветхого Завета это Агнец. Как приносили жертву. Ничего этого там нет, ни одного слова. Их Иса, который в Коране показан, он не от Духа Святого защиты, в первую очередь. Дальше. У него нет родословной. У нас есть родословная. Дальше. Он послан Богом. Послан Богом через Деву Марию. Бессеменной защиты. У них это абсолютно не приемлется. И далее вся жизнь Иисуса Христа, Его смерть, распятие, это они намертво отвергают. И поэтому туда обращаться не за чем. У нас создать авторитет в Священном Писании и показать все остальное не соответствует действительности. А кто прибавит или убавит, тому известно, что по Библии говорится, Бог отнимет участие в книге жизни. Особенно главное, это из Ветхого Завета, притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом. Вот что я хотел сказать. А где вы ссылаетесь, берете оттуда, брать только нужно, как делал это священномученик Данил Сысоев. Он прямо показывает. Не наш Аллах, это не наш Бог. Он с нашим Богом не сходится по свойствам. Тем более Исаия, Иисус, это совершенно, если сто свойств показать, ни одно не сходится. Это совершенно другой герой. Это то, что на ухом услыхал, где-то там торговал и прочее. Вот что я хотел сказать. Это не от Духа Святого. И поэтому вы ссылаетесь на это им показывать. И вы, ну просто, зачем туда? Они сказали, вот ссылался теперь, он ссылается как к истине. Я никогда на Коран ссылаться не могу. Зачем? Я могу только сравнить и показать разницу. Что я делаю? Писал 18 том. Я весь Коран по сурама я там разбираю в сравнении с Библией. Вот об этом говорится так, у нас так. Такого тоже никто не делал. Все, пожалуйста. Я не говорил о том, что в Коране естественно. Я хотел показать то, что хоть где, в каждой частичке этого мира, в каждой частичке, даже в самой сатанинской частичке, есть то, где можно найти Иисуса Христа, то, где можно найти Бога, и оттуда уже познать Иисуса Христа Богом и открыть Библию. Потому что для мусульманина Библия не авторитет. Так же, как и для всех остальных герой исповеданий. Но я знаю, что Господь Бог везде заложил частичку своей великой мудрости. Везде, даже в самом элитической литературе. Минутку. Да дальше не идти. Откуда вы это взяли, что частичку заложил? Там нет ничего. Это обман. Там нет ничего. В сатанинском, другое. Выхолостите из ума. Нам дано небеса пропадают славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Апостол Павел, когда проповедовал, он ни разу ниоткуда не брал. Один раз сослался. Один из стихотворцев сказал, критяне лжи, бы утробы ленивые. Все на этом. Это эпиктет, их поэт сказал. Никогда на это не надо ставить. Частичка. Зачем вы такое говорите? Нет там ничего. Это сатана все населил для того, чтобы вести от Бога. И даже послал Господь нас проповедовать Евангелие всей твари. Покайтесь и веруйте в Евангелие, а не в частичку, которая заложена. Нам не надо там искать в туалете, в мусорном ящике. Не надо. Это абсолютно неприемлемый, нехристианский подход. Потому что это на молитве можно сказать, «Все писание будет ухновенно». Это достаточно для научения, для наставления. Пожалуйста. Бога ухновенно. Но когда встает вопрос авторитетности слова, когда встает вопрос именно, а имеет ли наше слово, которое для нас авторитет, и которое мы считаем словом Бога, для них авторитет, то здесь тогда и стоит искать уже выходы во всем. Во всем искать возможность привести людей к Богу. И после того, как человек... По порядку, давайте. Я сижу в камере. У нас камера называлась камера академиков. Один из них преподаватель второй группы космонавтов залетел. Лозин Анатолий Максимович. Другой во главе секретарей судили, как говорят, за паровоза шел. Север Владимир Митрофанович. Они что-то спрашивают меня. Я вел просто занятие по слову Божию. Да что ты там Библию написать? Бумага все терпит-то. Это ничего не значит. Завтра занятие снова. Надо третий день, уже третий день. Ну, к вечеру идет дело. Они спрашивают, а что у тебя там написано в этой книге? Я в больших камерах нахожусь. В пяти тюрьмах. Везде один остановить авторитет Библии. Авторитет такой, что там есть пахан старший. И он знает с восьми до десяти. Я проповедую. С восьми до десяти в десять отбой. Все ложатся на шконке. Это кровать. Никаких шевелений нет. На камеру нашлось три человека, которые не курят. Они уже выделены и стоят. Один за другим будут считать. Подходят тщательно, моют руки. И я им даю новый завет. Они считают полная мертвая тишина. На 70 человек никто не закурит. Открываются двери. И с двух этажей или с трех этажей в каком городе тюрьма. Охранники стоят там, слушают. Я стою около дверей, чтобы тех и других. Не видно и не слыханное дело. При советской власти. Это вообще невозможно. Как? Они знают, это Бог сказал. Зачем мне какую-то частичку искать, да если она там? Я легко докажу, что там ее нету. И сравнивать со Словом Божьим, когда Златоуст говорит, одну букву не оставляй без внимания, ни одного знака. И Златоуст никогда ни к чему не обращался. Ни святые отцы, ни соборы нигде не брали. Я очень прошу вас, никогда этого не делайте. У нас есть Библия святая, 77 книг. Заучите наизусть это, и тогда там лазить не будете. А когда ходят там, это значит, внутри у меня не отобразилось Слово Божие. Что бы ни спросили, у меня мгновенно выплывает стих. Вот как сказал Бог. Люди пришли не к нам, к Богу. Я должен, а Он не примет, Он не избран. Успокойся, не надо нам собирать мусор. Бог преображает души, которые желают прийти. Говорите. Ну да, ну как бы у вас вопросов нет. Все отлично, вы все правильно говорите. Просто знаете, когда апостол Павел шел, он спасал всех, всеми методами, не будучи чуждым перед Богом своими поступками. То есть, и когда человек ведет кого-то к Господу, когда в моем сердце живет любовь ко Христу, когда я знаю, что есть какие-то особые шаги, которые нужно предпринять. Особые шаги для того, чтобы человек хотя бы открыл Библию. Потому что сегодня, если я буду кому-то читать стихи из Библии, я тоже ее очень хорошо знаю. Но тем не менее, почему-то мне приходится и по-другому иногда поступать. Если бы апостол Павел всем в свое время не только нравственными вопросами благовествовал, а еще и только Иисусом Христом, то его бы забили бы камнями еще раньше, чем это произошло. То есть, со многими. Понимаете? То есть, здесь нужно везде благоразумие. Это в наше время сейчас все легко. Мы можем спокойно идти, благовествовать. Нас не убивают, нам не отрезают языки и голову. Но если посудить, как в те времена, когда это все происходило, и когда это было в рамках закона, когда те могли бы забить камнями за каким-нибудь камнем, то тогда человек думал уже о нравственности, думал о сердечных поступках того человека, который идет против Господа, и пытался донести не частичку даже Библии, прежде всего, а частичку любви, чтобы человек пришел к пониманию того, а откуда ты это взял? И тогда человек начинает задавать вопросы, где ты это взял? Я хочу такого же Господа Бога. Когда за апостолами шли люди тысячами, они говорили одно, мы хотим такого же Бога, как у вас. Мы хотим познать ту же любовь, что в вашем сердце. Но знаете, они изначально не говорили словами, там откуда-то, они говорили полностью глубиной своего сердца и чистотой именно своей любви к Господу Богу и проявляли любовь Господа к ним. Вот это основа, это начало. А уже в дальнейшем, конечно, Слово Божье, Библия, это прежде всего, это важнее всего. Но, по-моему, в наше время, когда Библия и Слово Божие, когда Иисуса Христа вообще уже практически нигде не принимают и не признают, и даже в самой Церкви уже дошло до того, что люди ничего не знают, не понимают большинство, в наше время уже вернулись те времена, те, которые были когда-то, когда мы должны нравственностью призывать к Господу, нравственностью ко Христу и любовью к людям. А потом уже и Библия, потом становится интерес и важность Библии, потом ты стремишься к ней, ты не можешь её выпустить из рук, после того, когда ты понимаешь, насколько Бог тебя любит, насколько даже не тебя пускай, а есть те люди, которых любит Господь, и тебе хочется быть хотя бы сначала в кругу этих людей, потом иметь в жизни то же, что у этих людей, а потом познать Бога полноценно в своей жизни. То есть это как поступками, примерами. Иисус тоже всегда проповедовал не Словом Божиим, простым людям, Он им проповедовал поступками, Он проповедовал причин, примерами из жизни. То есть Он распаковывал глубину их сердца для того, чтобы люди пришли не к Ветхому Завету или к Новому, или к чему-то, а пришли к пониманию необыкновенного слова, необыкновенной любви Бога, необыкновенной жизни, которая может быть в вере, а не в законе. То есть, по-моему, не по-моему, а это Слово Божие об этом говорит. То есть апостол Иисус проповедовал Словом Божьим только фарисеям и книжникам. Подождите, потому что далёко пойдёте, надо это разъяснить и проще. Ибо так возлюбил Бог мир. Люди этого не знают. Но мы стих этот зачитаем, надеясь на Бога. Он автор. Что отдал Сына Своего Инородного? Коротко сказать. Не надо ничего нигде брать. Да вы всякий верующий не погиб. Слово не погиб, упредите, перенесите на первое место. Почему? Потому что весь мир лежит во зле. И показать, без Бога никто не спасётся. Надо, чтобы приходящий веровал. А без веры угодить Богу невозможно. У меня опыт не два дня, а не три. А 53 года. И при том, в самый тоталитарнейший режим коммунистический. Я проповедовал не где-то, а в зданиях КГБ. В Москве, всюду. В метро. Нет места, где мне не пришлось проповедовать. И кроме того, Господь всё время мне напоминает, кто я. Откуда я пришёл? У меня обращение было как у Сабла. Один к одному. Я готовился только гнать, только убивать. Получилось так. Коммунистов, конечно, не верующих. Я с детства знал, что Бог есть. Так вот, чтобы людям дать познать истину, я должен показать им Библию. И желательно, чтобы была большого формата, и показать. Я иду с Библией. К Богу. Это слово живого Бога. Мне ничего не надо. А вот они говорят, показать, как любовь... Вы ничего не можете показать. Как вы покажете? Я сижу в вагоне. Я только сел. Меня никто не знает. Ни один человек. И буду... Какой я? Никто не знает. Я открываю Библию, и они позабыли. Они ничего не видят больше. Находятся люди, которые поддержат. Я нахожусь в вузах. Тут понятно. Сразу, только я шагнул через порог камеры, перекрестился. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Мир вам! Сразу подходит старший, камера замерла. А она уже под влиянием. Сразу же разузнают. У них очень быстро это делается. Письма Ксива. По какой статье? 190 прим или 70-е. Это на антисоветское считалось. Мне особое, особое место там уготовано в тюрьме. Потому что это одни преступники, я один. Я ничего не могу им показать, кроме того, статья. Вот статья, по которой я арестован. А статья 190 просто. Это значит, я восстал против милиции, ударил, убил милиционера. А 190 прим это распространение заведомо ложных измышлений, порочных общественных государств и строительств СССР. И поэтому я вам говорю, что считая житие святых, это не одно. Ну, ваше еще не житие и мое не житие. Просто жизнь. 1173. Вот вообразите. И нигде это житие за 20 веков. И нигде нет, чтобы делали, вот как вы говорите. Нигде. Если они брали, как Екатерина Великомущеница, я говорю, как с православным с вами. Поэтому это время хотя бы прислушайте, что я скажу. И вот она, зная все абсолютно из языческой мудрости, она говорит, какие у вас боги? Ну, вот вы сами посмотрите. Кронос. Он сжирает своих детей. Апродита это блудница. А она блудит. А Аполлон ловит. И она там превращается в пену морскую. А она знает это и показывает. Мерзость одна. И ваши боги это приносящие жертву. Идолы приносят жертву бесам. Вот только для чего показать. Чтобы я тоже пользовался капиталом, трудами Ленина. Когда беседовал в то время. Трудами Маркса. Чтобы показать ложность постулатов, которые они говорят. Ну, это только так. Конвой я маленько покажу. Потому что сидят коммунисты. И они как бы коммунисты. А на самом деле, там одним ударом я расшибу все. Я им показываю. Вы считали? Это у Ленина там такая-то страница такая-то. Я уходу на работу, у меня два томика Ленина с собой. Я каждый день старался. Потому что я с коммунистами работаю. Мне надо было показать ложность только для этого. Вот для этого можете вы что-то знать. Чтобы немедленно сразу разбить то, что у них авторитетами является. И не надо думать привлечь. Нам не дано задание привлекать. Вот что вы сказали, это несоответствие действительности. Наша задача благовествовать. А за результаты Бог отвечает. Вот сегодня говорят. Ну, наказать сына, как говорите, да не жалея розги его, да как юринальная юстиция отберут. Понимаешь, ты предвосхищаешь Божий ответ. Бог сделает так. Ты накажешь ребенка, а он убежит. Он не убежит. А через это обратиться из юринальной юстиции. Они пришли только, пока я говорил, их трое, двое обратились. Они мне петлю накидывают на шею, что сделали? Сотрудник КГБ пришел, он теперь священник. А почему? Потому что на пути у него встал Бог. И он это увидел. Увидел? А как он увидел сразу? Ну, в первую очередь, он знает невинность. А второе, Слово Божие, мечи бою до острых. А не надо сглаживать, я нагоражу что-то, а потом Слово Божие дам. Это неправильно. Договорите. Да, вопросов нет. Вы знаете, просто мне кажется, я вообще о себе даже ни слова не говорю. Просто я тоже очень много прочитал, очень много с кем пообщался. Я читаю вообще, для меня Слово Божие – это авторитет. Прежде всего, потом идут жития святых. Но вы знаете, для нас, как христиан, для нас Ветхого Завета сейчас нет. Для нас Ветхий Завет, он есть в авторитете. Но прежде всего, когда мы благовествуем, законы, регламенты и какие-то правила для нас уходят далеко. Когда идёт вопрос, прежде всего, привести людей ко Христу и истинной вере. И когда мы будем цепляться друг за друга в каких-то законах, потому что, допустим, где-то обратить внимание на что-то. Это, например, ошибка в какой-то ситуации, а в какой-то ситуации это благодать. То есть мы должны, если ты ведёшь человека ко Христу, потому что Христос – это не просто привести человеку ко Христу понимание. Вы посмотрите, сколько людей сейчас, сектантов так называемых, они проповедуют так яро. Люди слушают, но понимаете, в сердце их нету самого главного, нет любви. Человек познал Христа, пришёл ко Христу, но пришёл к нему сухо. Настолько сухо, что он засох, просто уже говоря о Слове Божьем. Знаете, как любой может прийти к какому-то пониманию истины, например, тот же Нарбеков или взять каких-нибудь психологов. Просто добавить туда немножко слов с Библией, и ты будешь уже благовестником. Но знаете, нету слова, нету полноты той любви, которую Господь испытывал к нам. Когда он умирал на Христе, вот это самое главное, что мы можем увидеть в своей жизни, в его любви и в его примере. Это когда он умирал, он любил каждого. И у него не было сухости, у него не было законов. Его распяли за богохульство и за неисполнение закона. Если мы будем обращать настолько внимание на те законы, которых даже нет в Слове, которые якобы прописаны, Но мы должны понять, когда мы благовествуем, ведем людей ко Христу, Все законы, они умоляются перед жертвой Христа. Теперь я спрошу вас. Вы кого из святых отцов прочитали? Объясните мне. Ну, достаточно многих. Вы знаете, у меня есть маленькая проблема. Я не запомнил. Конкретно, скажите, на Евангелии от Макфеева. Какого святого отца прочитали? Не могу сказать, честно. Какой святой отец для вас, учитель? Я не буду вас обманывать, потому что я не помню. Сейчас я скажу. Коротко, отвечайте только так. Поэтому-то апостол Павел говорит, и я ушел в Аравию. Аравия – это отдельное место, пустыня. Сколько был, мы там не знаем. Аравия. Это нужно вникнуть и привести чувство в порядок. А не так. Давайте любви, 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 любви. Это все сектанты. Это сектантский дух любвистов. Слово Божие. Меч обоюдоостры. Нам не надо об этом говорить. Любовь покажет Господь, а не мы. От нас нет любви. Идет другой запах. Мы запах живительный на жизнь и смертоносый на смерть. Так одновременно, одновременно. Одни умирать будут, другие восставать. И поэтому, заканчивая где-то выступление, я говорю, сегодня знаменательный день. Вы можете стать на право и быть со Христом. Какой счастливый для вас дней, что мы встретились. Или же, который не приняли. Для вас будет самый несчастный день. Вы на суде Божьем не будете иметь оправдания и пойдете в ад. А вот вы говорите, Ветхий Завет нам... Откуда у вас такие еретические слова? Ветхий Завет и Новый – это два крыла. Я не спорю, я же не против. Я же не сказал ни слова. Я сразу говорю. Вам нужно еще прослушать, а потом уже... Ян Златоуст говорит, в Священном Писании нет ни одной буквы, которая была бы лишняя. Вот Господь, воскресший ученикам, начинает доказывать. И что? И стал им показывать, Евангелие от Луки, 24 глава, показывать из закона Моисеева, из пророков, из псалмов. А это все Ветхозаветнее. Евангелие от Яна... Почему перебиваете, я не пойму? Вы ко мне пришли, я не закончил предложение, это нехорошо. Я уже пятый раз делал из... Ну просто, вы извините, конечно, вы тоже меня сразу останавливаете, когда что-то вам не нравится. Я же не сказал, что Ветхий Завет был правильный. Я вас останавливаю, и не вы меня даже останавливаете. Вам нужно еще многое-многое испытать пока. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо через них, через Писание, вы думаете и жизнь вечную иметь, а они свидетельствуют о мне, о Христе, о любви Божией. Но когда Господь говорил, до первого еще Евангелия, еще было 8 лет. Ни одной буквы не было. А что имел в виду Писание? Конечно, Ветхий Завет. Моисеев закон, псалмы и пророки, о чем он сказал. И так и было, так и было. Когда апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянным, другого учения не было, кроме Ветхого Завета. Откуда это у вас? Это чисто еретические слова. Ветхий Завет нам показывает, что такое грех, грехопадение, как этот грех переходит во всю природу человеческую. Ветхий Завет нам показывает, как Бог любовь посылает людям, слово свое не принимает. Этот Бог любовь погубляет весь мир. Ему имя не изменилось. Вместе с младенцами, со скотиной, с птицей все погибли. Это Бог любовь. Это еще будет Содом и Гаморра сожжет вместе с младенцами. И имя ему любовь. Этим словом играют батюшки очень часто. Мы должны говорить так, как есть. А так это значит и Священного Писания. И где говорится и следуйте Писание? Везде. Матфея 22 глава 29 стих. Заблуждаетесь, не зная Писаний. Ни силы Божьей. Христос говорил ученикам, когда еще, повторяю, 8 лет до Первого Евангелия. О чем он говорил? Конечно, о Ветхом Завете. И там нет ничего сегодня, которое мы могли бы отбросить. Если говорится о субботе, то суббота не имела временное значение. Это вечно написано постановление. Но она имела прообразовательный смысл, указывая на воскресение Христова. Итак, Игненок, Игненок, показано Христа, ему должны показать. Говорите. Да, вы правы. Я просто не говорил о Ветхом Завете, что это что-то там не так. Я просто сказал, что Ветхий Завет – это Завет Закона. А Новый Завет – это Завет Любви. И я сказал, что в Завете Любви, где есть любовь, там есть маленький момент именно, что закон в момент Любви всегда можно немножечко перешагнуть в каких-то моментах. Потому что законы все пишут люди. Именно вот многие святые старцы. Просто каждый закон, он под каждое время, под каждый момент. Есть основные законы, которые против Любви. Но тот закон, который к Любви… То есть, ну, наоборот. Вы меня поняли вообще. То есть, там, где я говорил о Ветхом Завете именно о том, что где есть любовь, там нужно поменьше быть законником. То, что в Ветхозаветные времена – это времена закона. Законничества и абсолютной такой прям жесткости. Так, давайте два момента, пожалуйста. Я за закон. Вы меня предь называете, а напротив есть только беззаконник. Отныне я вас называю, допустим, Александр, беззаконник. И вы знаете, я вас вызываю. И вы говорите, Игнатий – законник. Но Зини-законнику Павел передает поклон. Привет. Вы против закона почему? Потому что не исполняете ничего оттуда. Бороду в прошлый раз говорили. Зачем вы ее подстригаете? Зачем вы искажаете образ, который вам дал Бог? Бог дал. Кому вы уподобляете? А зачем? Сейчас, спокойно. Мы уже говорили. Вы никогда не оправдаетесь. Посмотрите на иконы, если себя относите, позиционируете православным. Посмотрите. Ни одной подстрижены нету. Зачем это нужно? Это все блуд. Блуд ума. Это от избытка сердца, говорят, уста. От избытка сердца рука стрижет бороду. Посмотрите на евреев, зайдите к ним. Ни одна не почечная борода. Это мусульманская. Вот это вот, что у вас есть. Но у них и то 6 сантиметров, не меньше. Я считал, в Афганистане его хоронить стали. Замерили 4 сантиметра. А уже умер. 40 ударов мертвому дали. А нужно это. Это им судить, не мне их судить. Но я знаю, что закон свят. А вы закон, закон, вам он не нужен, закон, потому что вы беззаконник. Закон свят. И заповедь свята. Вы забыли об этом. Закон свят. Повторите для себя. Закон свят. Еще раз и еще раз повторяйте. Закон свят. И в Ветхом Завете, когда мы считаем Еремия 33, глава 3 сих, он говорит, любовью вечной я возлюбил тебя. Если он является любовью вечной в Ветхом Завете, как можем сказать, что там другой Бог был? Это любовь его подготавливала род человеческий к принятию евангельской истины. Народ был не готов. Это было детское состояние, пока довел его до того, что можно было сказать уже во всей полной. Это была тень. Но тень от истины. Не от чего-то. Я не говорю о законах, извините. Я говорил о образе жизни и жизни законника. То есть, если мы будем законниками, то с любовью будут проблемы. Я не говорил о Ветхом Завете как об основе. Я говорил о Ветхом Завете как об образе жизни. Как о законниках. То есть, если мы в Новом Завете, во Христе будем законниками, то любви у нас будет очень маловато. А это самое главное. Давайте договоримся, у вас вы пришли, вопрос какой у вас? Я говорю, что вы начинаете менторским тоном учить меня. Этого не надо делать. Я вас не собираюсь учить. Просто, знаете, у меня был вопрос, просто вы сказали, что я не прав. Какие вопросы? Вопросы давайте. А, еще хотел, знаете, вас о чем спросить? Вот не хотел спрашивать, да, но хочу спросить. Вот вы считаете, что на сегодняшний день в православии беда? Да, огромная страшная беда, смертельная. Слово Божие закрыто. Сколько лет вы уже живете в общине? Вообще, насколько ваш уже лет живет? Что значит община? Вы имеете что? Сколько лет, как я обрадился? 53 года. Родился я в православии, таким остаюсь. Просто, знаете, вопрос в чем? Вот это самое страшное на сегодняшний день. Когда люди приходят к истинному пониманию Господа Бога, когда в их сердце живет истинная вера и желание умереть за Христа, но в то же время они, видя, что их дом, истинный дом, который построил вам Христос, православная церковь, это церковь Христа, когда ваш дом занят врагом, вы сидите и ничего не делаете. Вы должны были, 10-20 человек, вы должны были встать и идти. Вы должны встать и сражаться за эти законы. А что вы говорите? Я не пойму. Куда идти? Кому идти? Куда идти? Куда? Кому? Идти вперед. Вы смотрите на беззаконие. Люди идут в погибель. Все в православных церквях сейчас живет просто безразличие. Абсолютное безразличие. Вы на всех накладываете? На всех накладываете слово? Не на всех. Во многих. На всех. А вы слышали такого Ян Крестьянкин? Николай Гурьянов. Вы слышали таких, нет? Конечно, слышали. Вы знаете, сколько они в тюрьмах пробыли? И сколько людей у них, которые узнали о Христе? Видите, как вы огульно, говорится, с кондачка рассуждаете. Вот в моем доме Менонит обратился. Менонит. Немец. Он теперь магистр богословия. Геннадий Фаст. Зарядите Геннадий Фаст. И сядьте у ее ног, поучитесь. Это Менонитский, баптистский проповедник. Бывший преподаватель Томского университета. Я начну называть людей, которые в моем доме пришли. В моем доме. Вот они ко мне привезли показать еврея. Тот евреев. Он теперь священник. Полтора часа побыли, он пришел. Идите вперед. Не успеете ногами переступать, как мы идем. Но мы забьем людей туда, где нас ненавидят. Потому что это церковь. И сатана там буйствует. А где он покорил, ему разницы никакой нет. Смотри, Бен и Хин, которые там падают перед ним, валяются, лают. Другого выхода нет. Мы должны людям показать. А придет или не придет, от нас не зависит. Кто поверил слышанному от нас, пророк говорит. Кто поверил? Вопрос. Христос говорит, отошли 12 человек остались. А среди них еще один волк сидит. А он сколько я? Может никого и не будет. Я вот в тюрьме был. Занимался, когда вышел, 17 лет сотрудничаю с тюрьмой, с местной. 3700 человек. Выступаю по рации. Записываю им, они там прокручивают. В каждую камеру заношу Евангелие. 3700 человек. Мне как следователю, я смотрю дела разрешенные. Вообще такого никто не слышал. У меня близкий друг, прокурор Край, генерал-лейтенант. Я смотрю, какие самые большие дела. И говорю, вот это делом я займусь. Они приводят как к следователю. Я с ними беседую. Пять человек. Трое оттуда выйдут. До суда. Сколько людей после этого приходило, которые прильнули к церкви? А спросить, сколько их вы подготовили к окрещению? Я отвечаю четко и ясно, ни одного. Почему? А потому что не готовы. А когда выше они здесь, ну тут другие ими занимаются. А вот они там. А пошел священник, который полупьяный. Он в один день там крестил, может, 50 человек и 400 причастил. Эти слова можно назвать только так. Смерть. Одним словом. Можно мне сказать, да? Да, конечно. Да, вы во всем правы. Просто как бы, ну да, вы меня тоже услышать просто не хотите. Вы как бы изначально, наверное, настроились на то, что я там какой-то брак или что, я не знаю. Просто я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что пока в церкви у вас есть люди, у вас есть сила, у вас есть община, у вас есть люди, которые вас поддерживают по всей стране, у меня есть люди, которые поддерживают. Мы должны встать все вместе, мы должны высказать протест тому богохульству, которое сейчас происходит. Давайте, все, я готов. Готов к сотрудничеству, к полному сотрудничеству. Но только никаких измышлений, никакого своеволия. Полное подчинение тому, что нам Господь оставил. И разумеет, Писание, это кому дано? Одних оставил, говорят, пророками, апостолами, в третьих учителями. Это послание к 1 Коринфянам, 12 главе, и послание к Кефесянам. Я спрашиваю баптистов, скажите, вот пророк и должен быть, ну так написано. А кого? Они там называют. Я говорю, в Новом Завете, назовите. Ну, ветхозаветные, там, библейские. Так, а кого поставил апостолами? Значит, а кого учителями поставил? Ну, а он опять перечисляет апостолов. Я говорю, второй век, должны быть учителя. Даже называйте. Они не могут называть. Я называю Игнатий Богоносец, Ириней Леонский. Третий век, четвертый, пятый, до девятнадцатого. Мы называем по именам, даты их. Их биографию, житья называется. Назовите вы, пятидесятники, баптисты. Никого нет, почему? Это не церковь. А они начинают снова в семнадцатом веке. В семнадцатом. Я говорю, покажите, как вот вы, баптисты, верите, вот так крестите, опрокидываете. Покажите, где в истории мировой было, нигде не было. И при том все сектанты одинаковы. Никогда церковь не крестила. Это же простой момент. А почему? Это положение в огроб. В огроб ложится на спину. А Христос, мы крестим в смерть. Шестая глава, четвертый стих, послание к кремлинам. А Христос как умер? Умер стоя, он не мог лечь. У них даже внешне показывают. А что? Да это завет с Богом. Это не завет с Богом только. Это ощущение от грехов. В крещении омываются грехи. И ни один сектант с этим не согласен. А почему? А Господь закрыл уста. Они не могут сказать. Там нет ощущения осквернение идет. Их много, красочно одеваются. Там нет ничего, кроме осквернения. А почему так думаете? Потому что нет рукоположенных. От апостольских времен. Вот смотрите. Я говорю, простой пример. Обращается Савл. Он о себе рассказывает. Деяние апостола, 22 глава. Это он повторяет не один раз. Скажите. В день, в который он покаялся и пал на землю, он обратился к Богу? Да, обратился. Все отвечают. Получил прощение грехов? Конечно. Я спрашиваю перед огромным собранием баптистов. Ну, скажите, кто согласен? Все поднимают руку. Вот сейчас, через пять минут, я покажу, что вы все заблудшие, слепцы. Вы Евангелие не знаете, Библию не считаете. Да как так? Внимательно слушайте. И к нему через три дня приходит Ананин, епископ. И говорит, брат Савл, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. А вы говорите, прощенный. Как омыть? В крещении. Встань, крестись и омой грехи твои. Омой, омой. Что непонятно? Ты грязный, омой. А вы говорите, там прощенный. Да у нас, как братья говорят, в покаянии. Не в покаянии. В прощении. Дальше считаем. Вторая глава, 38 стих, Деяния апостолов. И мужи возопили. Что нам делать, мужи, братья? И Петр отвечает. Что? Покайтесь. Внимательно смотрите. Первое. Покайтесь, запятая. По-баптистски, по-сектантски. Покайтесь для прощения грехов. Но стих говорит, покайтесь, запятая. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Они это не хотят стих считать даже. А не заблудшие враги Евангелия. Для прощения грехов. Я говорю, вот Петр говорит, покайтесь, запятая. Второй акт. Для прощения грехов креститесь. Согласны? Не согласны. Ну, с чем мы не согласны-то? А дальше и получите дар Святого Духа. Они не верующие. А если ты верующий, ты перед каждым словом будешь трепетать. Встань, крестись, а мой грехи твои. А вы говорили, что покаялся три дня назад. Три дня. Он уже назвал его братом, но он еще не прощенный. Вот моя община там и заколебалась с баптистом. Вот откуда приход. Как так? Вот как говорит этот Олег Стеняев и Игнатий Лапкин. Необыкновенно продуктивно. Среди сектантов там приходят. Ушители не тысячами. Конечно, не тысячи. Еще кто уйдет, кто придет. Но Слово Божие действует. Моего там ничего нет. У меня нет ни грамоты, ни такой духовной, чтобы семинарии кончать. Но я каждый день занимаюсь Словом Божиим. Каждый день предстою не менее семи раз на молитве. Я черпаю силу от него. Он мне указывает. Я занимался не менее десяти часов Библии. Каждый день. И поэтому другому сказать я могу показать. Это путь Церкви Христовой. Путь страдания. Путь мучения. Путь искреннего служения. Нигде не солгать. Нигде никак не солгать. Я ничего не придумаю. Почему? Это учителя церкви. Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский. Бог дал учителей. Их труды. Это патрология мини. И я за это засел и стал конспектировать 12 томов Иоанна Златоуста. Каждый том 850-900 страниц. А потом все это насчитал на пленку. На пленку и теперь на сайте выставлено для всего мира. Жития святых 12 томов. Я их прочитал, потом насчитал, а потом стал каталоги симфонии составлять. И поэтому... Моего ничего нет. Моего учения вообще нет нигде. Но рядом со мной сидят здесь святые. Я обниму роднее всех родных. Я к этому и призываю. Вот потому я вам так и сказал. Не торопитесь. Нужно очень многое-многое перед Богом. Открыть из своего сердца. Вот здесь не согласен я. Встряхнитесь. Отойдите. Вот мне спрашивают, если был патриархом. Я вам отвечаю. Первый вопрос какой. Открыл бы в первый день тысячу училищ. Уже священник, епископ у меня спрашивает. Так где бы вы взяли? У нас таких нету. Взял. У меня очень хорошее отношение с баптистами. Я пришел и сразу сказал им. Во всех Б. Маловузовская, 3. Город Москва. Скажите. В православии требуется учителя. У вас данные по всем общим? Да, у нас хорошие проповедники есть. Есть. Скажите, вы можете примерно тысячу человек назвать? Конечно можем. Они знают Библию? Знают. Они любят Христа? Да, любят. Так вот нам православным нужно любовь показать к Богу и к Библии. Нужны такие проповедники. Но только подписать надо будет бумагу. Вот. И на бумаге написано не трогать православную догматику. Согласны? Все согласны? Вот тысячи училищ я открываю в один день. Я еще не патриарх. Может завтра буду. Хотя я смеюсь над ними. Вот так. Я знаю где взять. Баптисты отошли от православных. У них вера в троицу. Вера в загробную жизнь. Вечные мучения. У них абсолютно правильное учение. Нет только церкви. Почему? Отвергли рукоположение. Я им показываю. Соберите лучше. Придите к патриарху. Поклонитесь. Вы просите два епископа. Чтобы рукоположили ваших. Вы будете без ризы служить. Пусть без ризы. Без чаши. Без куполов. Но примите священство. Без этих священных рук. Златоуст говорит. Нет прощения смертным. Кому простите, простите. На ком оставите, оставится. Это очень и очень серьезно. Если бы у баптистов было законное рукоположение. Я сказал. 53 года назад я был бы баптистом. Но я не могу пойти там, где нет надежи на спасение. Сейчас в интернете встречаю. Из Чикаго пишут. Зашли на мой сайт. На форум. И говорят. Вот. Лапкин. Он в пух и прах разносит баптистов. А его все уважают. Почему? Они видят мою искренность. Я их люблю. Они очень хорошие. Я их ставлю в пример. Но я их иначе как сектантами не могу назвать. Им не нравится там. Меня это не касается. Господь упрекнул людей. Говорит. Ты ищите славу друг от друга. От единого Бога не ищите. Нам нужно думать. Не что обо мне священник скажет. Епископ. А что Бог говорит через слово свое. И поэтому я так вам говорю. Как юноше. Который 50 лет моложе меня. 50 лет. Который я прошел на пределе накала. А то сегодня десятина не нужна. Не нужна вор. Вор Божий. От Бога ворует. Если десятину не платят. Разговаривает нещим с человеком. Это вор. Вы обкрадываете меня. Говорит Бог. Я тебе дал десятину. Приложил к твоему зарплате. Чтоб ты отдал ее мне. Вернул. Первый апостол. Они знали не о десяти. Но о десяти. Так. Повторите. Так что-то заклинуло что ли тут. Что-то зависло. Зависло маленько. Вот ты жалко как. Скажите пожалуйста. Просто вопрос такой. Интересно. Почему вы ушли из православной церкви? Слышно нет? Да. Слышно. Алло. Я еще не пойму. Я Володю переспрошу. Вот сейчас лучше. Вот сейчас нормально. Да. Договорите так. Просто вопрос в том. Просто интересно. Ваш ответ интересен. Почему вы ушли из русской православной церкви? Не может быть там не были никогда. Не. Не. Понятно что вы православные. Русская православная церковь. РПЦ. Именно. Почему? И что? Как бы. Не. Почему вот именно вы? Сейчас вообще вопросов нету. К нам епископы приезжают, служат, митрополиты. Сейчас вообще нигде нету. Я в русской православной церкви. Что за вопрос-то? Вы на наш. Зайдите. Ютуб. Ютуб открытым оком. Посмотрите. Служат вместе священники. А чужими не служат. У нас все идет. Я понимаю. Улучшения. Понимаю. Но тем не менее. Подожди. Что-то прерывается. Против того, что сейчас происходит. Так. Ну-ка давайте. Я не знаю, что сделать. Алло. Сейчас нормально? Замыкаем. Алло. Да. Сейчас нормально. Нормально. Никуда не отвлекайтесь. Мы должны знать. Если это не так сказать. Из Икиля 3.18. Если ты видел, что грешает. И не облегчил. Его кровь я взыщу с тебя, Бог говорит. И ты погубил душу свою. А если говорил, облегчал, не примет. Кровь его на его голове. А ты спас свою душу. Сколько я говорю, это надо думать. Крестика попала. Ладошкой по голове, мокрой ладонью. И сам патриарх крестит неправильно. Держит ребенка там вот так боком, крест ногами. Но уже строит купели. Уже есть такие архиереи, как Томская епархия. Там Ростислав. Ну я всех-то не знаю. И если кто-то будет крестить неполное погружение, мы расстанемся с ним. Но это не так просто. Заблуждения копились тысячелетия. Больше сказать, чем я, это невозможно. Я 30 книг, только томов, по 750 страниц написал именно о том, как надо делать. Там тысячи проповедей моих. Каждая 25-30 минут. На основании Слова Божия. В каждой книге 3000 ссылок на священное писание. Меня баптистам клеймят как угодно. Меня это никак не касается. Зачем мне думать о том, как? Блаженны вы, когда имя ваше пронесут как неугодно сыну человеческому. Но я вижу результаты. Уже прислушиваются. Сообщают с разных мест. Сколько приходят людей. Просят книги. Получают. Вот нынче у нас не совсем получилось там с книгами-то. Книги имеют оживотворяющие действия. Потому что они в Духе Святом. В пророческом Духе написаны. И я их отдаю. Я 50 лет потратил, чтобы все это получить сюда. И 9 лет не вылазил из-за компьютера. 30 тысяч часов. А после этого отдаю даром. Да и мало того даром. От Тихого океана, Владивостока до Лиссабона. До Атлантического. Мне зачем это нужно? Это моя любовь к Богу. Любовь к моему народу. Не к моему только народу, а ко всем. Игнатий Тихонович. Ну просто вопрос такой. Я его часто людям задаю, которые служат Богу. Для их размышления, наверное. Готовы ли вы были сделать все то, что вы сделали? Допустим, в костюме невидимки, например. В шапке невидимки. Готовы ли вы сделать то, что вы сделали в шапке невидимки? В шапке невидимки? А что это за вопрос такой? Вы город на вершине горы, Господь говорит. Чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения. Как это может быть? Я с вами сейчас говорю, это доброе дело. Я вам даю то, что сгодится вам и тысячам. И мы уже через неделю это выставим. Как это может в шапке? Вы знаете, просто говорите вы со мной, это доброе дело. Но Господь нас благословляет тогда, когда это доброе дело не видит правая рука, когда делает левая. А когда вы, например, через несколько дней можете кому-то сказать, что вы мне это доброе дело сделали, вы теряете благословение больше. Какое благословение? Это речь идет о чем? Вы что говорите-то? Это речь идет о милостыне. Это священники, это враги Божьи. Когда я насчитал на пленку златоуста, я как могу его тайно сделать? Я что, насчитал себе в карман его? Я обязан распространить. Чтобы распространить, должна быть реклама, чтобы знали. Из монастырей поехали. Труд пошел за границу. Это сатана говорит, чтобы прятали. Господь говорит, зарытый талант. Ты погубил сам себя. Он свернул его в платок, завернул, положил. Вот тебе твое. Вот откуда эти слова идут. Это от сатаны. Мы должны открыто сказать, что если я не распространяю, не умножаю талант, я погиб. Я обязан его сделать известным. Я написал стихотворение. А для чего я его написал? Для того, чтобы знали. Я его выставил в эфир. Я не по чужим именям. Если я музыкант, написал музыку. Вот митрополит Алфеев. Он прямо говорит, Иларион, подкройте Википедию, посмотрите. Там перечисления музыкальных произведений просят целую страницу. Как можно пользоваться другом, если никто не будет знать? Левая не знает правая. Как она может не знать? Я говорю о похвале. О том, что вы делаете, это все должны знать и видеть. Это понашение. Вы путаете все. Господь говорит так. Останавливается на углах улиц и молится, чтобы получить награду. Причина какая? Получить награду. Но если я зашел в камеру, открыто перекрестился, мне по лбу вот будет. Меня тут же вызывает РОР, режимный оперативный работник. И посмотри, что сделали вы. Какого человека погубили? Следующий КГБ обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански? Это открыто? Да, открыто. Вы что говорите? Не открыто, когда они искали похвалу. А я знаю, за каждое мое действие мне все время кнуты и палки. Павел говорил как? Открыто? Открыто. А как? Я более всех потрудился. Зачем он говорит? Зачем? Боли был в гонениях. Боли был в лжепраде Ганимы. Я не могу этого скрывать. Почему? Потому что это необходимо знать, чтобы люди поднялись на молитву. Я уже голос этот слышал неоднократно. Я знаю, от кого он идет. Да я не об этом голосе. Я просто о том, что... Ну, именно тот вопрос, который меня интересовал. А я знаю, почему. Готовы были. Я скажу, почему это люди говорят так. Когда начинаешь что-то рассказывать, я говорю о Десятине. А человек не платит. А что вы тогда хвалитесь? Ему надо теперь на меня укусить его. Это моя колокольня. И Господь говорит, не открою ли я небо для вас? Не пролью ли милость, если платите Десятину? А я считаю, это Вита, 1 глава, 8 стих. Он платил 3 Десятины. Я встречаю одного из сектантов. У него 9 ребятишек. И он говорит, я все время плащу 5 Десятин. Я с первого дня, как обратился, плащу 9 Десятин. И мне не стоит на это сказать. Почему? На дело Божие. Чтобы других подвигнуть, они одну не могут заплатить. Это твое дело. Но апостолы полагали к ногам. Все открыто? Конечно, открыто. Левая не знает права. Еще знать, когда положили, продавали имение, положили. Сколько? 100%. Десятин. Почему он на этот пример не указывает? А вот сказал где-то, и вот там как что-то. Павел, говорит, получил по 40 ударов. А зачем он говорит это? Других подвигнуть к этому, чтобы уста замкнулись. Потому что человек живет, думает, он живет правильно. Но когда рядом он увидел, да сейчас такое время в церкви, падение, ничего нельзя сделать. И он увидит, что в это положение, и в церкви православной можно делать, и обращаются души, и священники меняют свое отношение к делу. Он понимает, он никто, и поэтому не надо, не надо говорить. Он уже коррежется на сковородке. Я знаю абсолютно, почему говорят. Потому что город на вершине горы, Господь говорит, не может укрыться. Даже если бы я хотел, ничего не получится. Почему? Я говорю слишком громко. Я обязан показать любовь Божию. Вот в этом моя любовь. Пренебрегаясь самим собой, я смиряю и порабощаю тело. Посты соблюдаю. А если вы их не соблюдаете, как говорите, да вы... Такой человек не может называться православным. Он уже еретик. Посты это радость. Радость. Это духовная жатва готовится. Постом и молитвою. И церковь, мать, она дала нам посты. И мы даже в лагере смотрим, в какие дни разрешается растительное масло в Петров пост. Когда не разрешается. И дети приезжаются к порядку. Стройность. Мусульмане знают, свинину нельзя. А тут все подряд лопают. Ничего не знают, сектанты. Я говорю, скажите, если брат соблазняется, Павел, говорит, не буду есть мясо, пить вина. Вы считали? Конечно. Православные соблазняются, что в Великий пост вы едите мясо. Вы можете отказаться? А что я буду отказываться? Вот и вся ваша вера. Я один раз только услышал, 50, может, лет назад, адвентисты не едят свинину. А я среди них работаю. Я полностью исключил мясо, а у меня его нету. Почему? Ради Бога. Павел не стыдится, говорит. Не буду есть мясо, не буду пить вина. Чего он не таился-то? А пусть левая рука не знает, что правда. Это нужно показать, что можно это перенести. Можно трудиться в этой невыносимой обстановке. Вас-то никто не трогает. А на меня до самого патриарха идут и идут оттуда. Неизвестно что. Только ждешь, что киллеров подошлют. И я там работаю. Почему? Это церковь. Церковь, где пираты захватили власть на корабле. Когда же мы будем эту власть-то раскулачивать, Игнатий Тихонович? Что-ка, подожди. Когда мы свой корабль-то назад заберем? Когда он уже будет плыть под христовыми парусами? Так, подожди, малейка, я переспрошу. Он говорит, когда будем повторить еще раз. Повтори, пожалуйста, еще раз. Когда уже корабль мы под своими парусами-то уже поведем? Это Дух Святой, я отвечаю. Словами она Златоуста. Дух Святой наполняет паруса. А короче наш Христос, капитан, как образно сказать. Я моряк тем более. Мне это известно, что делаем сколько можем. Больше пока нельзя. Мы у нас ввели все библейское считается на русском языке. На русском. А где уже дальше шаг нельзя, там смерть. Это надо чувствовать. А как вы определили, что нельзя? И теперь все понимают, как вы могли такое решение принять. Когда говорили о принятии акта о каноническом общении зарубежной церкви, православной, зарубежной, с московской патриархией, мы сразу же подали петицию. Мы абсолютно против. Нельзя с ними соединяться. Она все переваривает, она все перемалывает, все уничтожает. Но, когда стали уже встречаться псиноды, мы сразу стали молиться. Я говорю, я, это моя была мысль. Бог дал мне. Будем молиться о том, чтобы какое бы решение они там не приняли, в Нью-Йорке, мы подчинимся ему. Мы чадо, послушное чадо православной церкви. Не согласны, мы подчинимся. Чтобы нам не выродиться в секту. А, так вы о секте говорите. Да, я всегда говорю об этом. Нам легко выродиться в секту. Мы все время балансируем рядом. А почему не выродились? Потому что священство. Потому что я иду на исповедь. Вы на исповедь-то не ходите. И поэтому ничего там и нету. Там дыра одна. А когда на исповедь человек идет, то уже грех неприятный делается. Он горек такой делается. Я много смотрю то, что не нашей стороны, другое. Вот сейчас я выставил на форуме, как крестят в разных сектах. Древо жизни, церковь благословения, дружба народов. То есть тысячи, тысячи. И все крестят, все приобретают Шаповалов, Медехин, там и каких только нету. Их конца нету. Легион. Я нахожу у них, потому что в них в руках Библии нахожу полезное. Вот Александр Шевченко. Какой он прекрасный проповедник. Свалился к 50-никам. И сейчас только об этом толкует. И он ничего не видит. Почему? Само мнение. Он от соборного разума вывалился. Я понимал, как он, допустим бы, но я с первого дня решил не мудрствовать. Бог дал учителей. И я стал искать с первого по последний век. И сел у их ног, стал учиться. Со мной рядом за столом сидит Златоуст. Василий Великий, Ефрем Сирин, Блаженный Августин, Иероним. Я все время обращаюсь. А как они это слово понимали? Блаженный Феофилакт. Как он понимает? И когда баптисты меня спрашивают, и я им посылаю материалы, говорю, это от Блаженного Феофилакта. Как все понятно-то? А почему наши так говорят? Почему, говорят, тысячелетнее царство на земле будет? Они все поражены этой заразой. Никакого царства не будет. Оно идет. Они не понимают Писание. Абсолютно. Тысячелетнее царство началось на Голгофе. Да как? Вот так. Когда нет ни одного противоречия. Это время евангельской проповеди. Они не понимают. И все ждут, что Господь возьмет церковь, восхитит на тысячу лет. Это, заметьте, все абсолютно, адвентисты, яговисты, мормоны, все одинаково говорят. Почему? Потому что они из одного мешка вывалил сатана их. Это что, и баптисты? Я говорю, вот это толкование вывалил для всех. Вы считали, я говорю, притчи. Пшеница и плевела. Ученики хотели вырвать. Они говорят, оставьте расти до жатвы. До жатвы. Дальше. Жатва кончина века. Скажите, за кончиной века что-то будет? Ну, кончина века. Вечность наступила. Так прежде соберите плевелы. Плевелы написано. Прежде соберите плевелы. И бросьте в огонь. А вы говорите, пшеницу прежде взять на тысячу лет, а потом плевелы будут. У вас все перевернуто вот так. Они сразу как опупелые стоят. Да какая же у нас проповедует? Потому что вы не имеете благодать и Духа Святого на толкование. Оно дано святым отцам. Я засел за это и провел там у ног этих 50 лет. И каждый день у них учусь. Я уже, кажется, узнал до конца. И вдруг нынче у блаженного Иеронима нахожу еще одно толкование, одну сторону раскрывает. Я часто в вопросах этих отвечаю. Недавно. У меня ролик тут стоит прям рядом с отцом Наумом. Еврей, который обратился, стал православным священником Наум Израилевич. В Тбилиси я там проповедую. В храме нынче у них был православный батюшка, приближенный патриарх. У него порученец был в Армении. Я с ним встречаюсь, он всем народом говорит. Вот это отец мой духовный, я у него обратился. Он так это интересно говорит, такой говор у него. А как вы могли обратить? Никак. Никак. Когда мы шли дорогой, в первую очередь его поразила моя обстановка. Это он потом говорит. Я не видел, чтобы так бедно люди жили. Бедно, но я богатый. И когда шли дорога, я смотрел, как его смотрят глаза. И я сразу сказал, почему ты сейчас так смотрел? И что за этим кроется? Этого было достаточно. А дальше мы встретились в Переделкино под Москвой. И там храм митрополита Филиппа Колычева. И там он принял крещение. Дальше писателей. Всегда нужно смотреть вперед и опережать события на нескольких шагов. А если бы он не обратился, моя награда была бы больше, Златоуст говорит. Когда люди обращаются от моей проповеди, счастье, награду я получаю в удовлетворении. А она выражалась, допустим, сто каких-то там динариев. Теперь я получу только восемьдесят. Двадцать я получил здесь на земле. Златоуст говорит, ну лучше пусть меньше награды будет на небе. Только обратитесь. И обходить мимо, заниматься чем-то. У меня не было даже и желания такого. Я сидел, конспектировал и конспектировал Златоуста. А потом насчитывал. Я пропитан этим. Вам не кажется, Игнатий Тихонович, что на пути к Господу есть разные уровни личности и духи? То есть есть люди, которые должны жить так, как вы. Есть люди, которые должны жить совсем по-другому. У которых путь совсем другой. То есть образ жизни, понятно, он одинаковый. Но пути разные. Если, знаете, я привожу часто пример Василия Блаженного. Он был закован в Вериге, в эти все металлические оковы. И он ходил. Если бы он всех призывал жить именно так, как он, в плане физическом, то это была бы беда. Но мы должны каждый быть уникальным только на основе Слова Божьего. То есть то, как тебя Господь ведет. Потому что у нас есть свое прошлое, есть своя какая-то основа, на той, на которой мы можем построить свой путь к Богу. То есть меняться в плане, сейчас я был химиком, а стать сразу летчиком, но это не стоит. То есть надо просто использовать знание прошлого для пути к Господу. Просто у каждого, наверное, свои шаги. И если брать чисто с законом, просто мочить, прям, мягко говоря, людей с законом, то из этого может получиться какая-то беда. Потому что многие люди закон не знают. И они начнут по закону, а сердце еще черствое и любви не имеет. Ну, выучил он закон наизусть. Но это может не привести к тому, чему нужно. Не привести к любви его сердцу. Я спрошу, вы в армии служили? Нет. Так, в монастыре жили? Нет. В тюрьме сидели? Немножко. Не сидели, знают. И поэтому мы в Библии считаем, Господь говорит, Мау, ты сидел на своих дрожжах, и вкус его оставался в нем. Вкус. Как перебронепродившее вино. Поэтому я заброшу тебя, говорит, как меч бросая в другую сторону. Мне пришлось там и там и там быть. Где Господь меня переминал, передавливал, переливал из сосуда в сосуд, как Иосифа прекрасного. Сначала в колодец бросили, я в колодце просидел, я лично просидел. Дальше бросает его в Египет, там дальше в тюрьму, и там вот характер ковался его, ковался. Поэтому вы будьте поаккуратнее в словах. У вас опыта никакого еще нет. Никакого. А только, может быть, от самомнения и по верхушкам. Опыт глубинный приходит, когда ты это все пережил. Я когда читаю Библию, у меня буквально нет одного места, чтобы этот стих не прошелся по мне. Я его запомнил фибрами души моей, клетками, тела, шрамами, ожогами. Как меня пытали. Я пережил это, и поэтому мне легко это запоминать. Вот какое дело. У каждого свой путь. Да, свой путь. Свой путь. Но он должен идти только в контексте священного писания. Как вот путешествие Пилигрима Жона Буньяна. Другого нам не дано. Но ты можешь быть царь, я буду рабом, но каждый должен выполнить то, что назначено на царской должности и на должности раба. А где лучше спасись? Быть лучше бедному. При мудрости Соломона говорится, и так, начальствующим предлежит строгое взыскание. Строго будут истязаны. Вот я мог быть начальником, я уже 20 лет, у меня 250 человек прорабом был в органах МВД. Но это не мой путь был, Господь меня повернул. Я в армии был, я сегодня встречаюсь с армейцами, что тоже тайно не надо говорить, это моя биография. Я говорю, скажите, вам увольнительную давали? Ну, иногда давали. Скажите, а с какого момента увольнительная дается? Ну, полгода хоть прослужить надо. Сейчас служат, а я в Морфлоте, 4 года служили, а сейчас год. Вообще смешно даже. Ну и что? Да ничего, у меня увольнительная была на год. Такое не бывает. Вот не бывает, я еще ни одного человека не встретил, кто бы знал, что в армии дают увольнительную на год. Первые моря дают, и 31 декабря. А как это так? Объясняю, я был на должности старшины сразу поставленной. Я был техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Это на срочной службе. И поэтому мне давали, я разъезжал по всему Дальнему Востоку определять, какие здания, как строители, я техникум строителя имею, прорабом был, определять их годность и кому, какому офицеру дать квартиру. А поэтому я занимался языками, в это время изучал. Я в Хабаровске, в институте иностранных языков, остановлюсь в общежитии, там китайцев встретил. Мне интересно все это было. Я вот обратился, когда я в ательм занимался на семи языках. А нужно это? Не нужно мне это. Но тогда мне это было нужно. А потом я обратился, я все это спрятал, мне это не нужно. А что об этом говорите? Но апостол Павел говорит, я более сверстников моих преуспевал, более. Я был ревнитель из ревнителей. Но Бог остановил меня. Почему? Иоанн Затаус говорит так, вот если земля, когда она не спахана, и там ничего не растет, как на солнышеке, когда спашешь, ничего не будет расти, просто ветер выдует. Но если там росла крапива, сорняки, и распахать ее, а где крапива, это плодородная земля, я прямо говорю, там будет богатый урожай. Я был небезразличный, я пошел записываться в Алжир, в легион смерти. Это надо было мне? Мне казалось, что это так и должно было быть. Но Бог, видя мою ревность там, там в мире еще, он устроил жизнь мою по-другому. И я благодарю Бога моего за молитвы матери, благодаря которой я устоял. Я обратился среди пятьдесятников, получил Библию. Я у них был проповедником, но они, пятьдесятники с баптистами соединенные в то время были. Это 62-й год. Советская власть была в самой силе, самое большое гонение. Только что отделенные возникли, Совет Церквей. Я помогал распространять материалы у баптистов, но баптистам, пятьдесятникам не было ни одного дня. Я продолжал молиться. Я на кафедре был у них и оставался тем, кто есть. У меня очень твердое основание. Я сразу понял, надо искать истину. Истина, конечно, не в сектах. Она в церкви. И я там нахожусь. Игнатий Тихонович, основной же вопрос благовестника, это того человека, который говорит о Христе, это вопрос, как достучаться до других. Вот просто, пожалуйста, дайте мне какой-нибудь фундаментальный совет, вот как достучаться до всех. Не берем мы церкви, а сатанистов, там, сектантов или еще кого. Вот давайте возьмем всех. Просто вот как достучаться до людей? Никак, вам такой задачи не ставлено, вы ее сами ставите. Нам недавно, мы свидетели, и вас поведут перед царями для свидетельства, а не для обращения. Ваше дело сеять, а сатана будет вырывать. Но что-то упадет при дороге, значит не все, четвертая часть отлетела. Что-то в тернии, еще, уже половина нету. Что-то упало, мало земли было, уже три четверти погибло. Но одна четверта остается. Если сеять не будешь, сто процентов ничего не будет. А сеять будешь, или будет, или не будет. И поэтому доброе семя всегда пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит, пожнешь, что посеял тогда. Это у баптиста песнопение. Такого совета нету, и вам никогда не спрашивайте, кто обратится. Я вам говорю, я работаю в тюрьме, работал. Работаю с малолетними преступниками, со всеми прокуратурами, во всех отделах милиции. Это четыре отдела, городской отдел УВД, до 700 сотрудников, офицеров передо мною. А сколько обратилось, отвечаю, ни одного. Но когда я их встречаю, там такие изменения. Благодарность и стирмы, ни одного захвата заложников. Такая спокойная обстановка. Меня начальник милиции видит, генерал, и говорит. Вот вы работаете с нашим, а я, говорит, милиция стала себя тише вести. А это уже немало, значит. Уже ребенка, которого схватили на улице, не в мешке мать домой понесет. Это не кто-то мне говорит, а генерал. Значит, что-то значит. Я веду работу в высшее авиационное училище. У них выступаю. И я не знаю, кто обратился. И вдруг нынче встречается один человек, с архиереем приехал и говорит. Он дьякон. А я был курсантом в училище, когда вы выступали перед нами. Лучше было, чтобы я не знал. Я возрадовался. Это знак был. А потом узнаю, второй обратился. Я услышал вас и ушел сразу оттуда. Бросил училище. Вот как. Мы не знаем. А сколько обратилось, какой не знаем. Но только я знаю, что тщетно не бывает. Оно слово вернется с тем, с какой целью Бог его послал. Мое дело быть верным. Он послал меня, я проповедую. А обратятся, не обратятся, мне даже ставить вопрос не надо. Это сеющий, поливающий ничто. Нуль. Но все, Бог возвращается. Вам не кажется, что... Так, подожди, что-то замыкает. Если Господь вам дает мудрость, то в силу... Алло, вот сейчас нормально слышно? Да, нормально. Алло, нормально? Да, да, да. Слышно хорошо? Да. Вам не кажется, что Господь в силу той мудрости, которую Он вам дает, Он еще и, как бы, для Бога важна продуктивность того, что вы делаете. И обращать внимание на то, что были плевелы при дороге или еще где-то, это безусловно, это есть и это будет. Но мы должны быть максимально продуктивны для Господа, потому что Он любит каждого. И если мы будем относиться... Это такой духовный какой-то эгоизм, мне кажется. Не жалеть тех людей, которые недослышали. Наша задача не просто сказать слово. Наша задача его впитать в сердце человека. Умереть за этого человека. По-моему... Не по-моему, вообще... Это ничто. Ничто, повторяю, нуль. Повторяйте все время это. И сеющие это проповедующие, и поливающие вы за мной придете. Ничто. Нам задача... Зачем вы ставите перед собой задачи, которые Бог не ставил-то? Это обольщение от сатаны. Это не от Бога. Бог не ставил такой задачи. Наша задача людям рассказать о Христе. А как они увидят, Его не увидят, поверят, не поверят, от меня это нисколько не зависит. Я свидетельствовал в Америке. Ездил с одного континента на другой. В Америке. А кто обратился? Я не знаю. Я совершенно не знаю. Но сердце митрополита и епископа было со мною. Там до начала ревновать. Вы только приехали, они вас тут так на руках носят. Я с архиереем пошел с одним... Ну, прогуливаемся каждый день. Архиепископ. Лос-Анджелеский Антони Синкевич фамилия его. Я возвращаюсь и говорю хозяйке. Мы сейчас с владыкой... Владыка называется епископ. Гуляли, и он говорит, подожди маленько, пошел в банк и снял все деньги и мне отдал. Кто? Он отдал. Да у него зимой снег, и говорит, не выпросишь. Он такой жадный. Это не может быть. Может быть. Может быть. Слово имеет особую силу, когда оно приправлено солью, благодатью Духа Святого. И он пошел и все снял. Пришел и отдал. Я говорю проповедь. Я просто проповедь выступаю перед семинаристами. В это время один подошел. Я уже просто на практике говорю. А вы не хотели посмотреть, как сатанисты работают? Я говорю, а как? Вот там у нас келья одна, как они ее разгромили. Там что сделали? Пойдем. Второй подходит. Третий. И говорит, а можно я вам сейчас щек выпишу? Какой щек? Ну, я в Канаде живу, на канадские доллары. Они, правда, поменьше маленькие. Он выписывает на пять тысяч сразу. Но в этом самое-то интересное то, что... Они мне не могли скормить ни одного мороженого. Не могли заменить на мне рваные носки. И привезя сюда, первым делом я около десяти библиотек образовал. Накупил инструмент и раздал до единого цента. Бог знает, кому дать. И у меня завистников-то нету. Но это не означает, что я голодный. Я каждый день напитаюсь. Бог мой, он питает меня. У меня понятия о деньгах никакого вообще нет. У Бога из меня выжиг это. И я не понимаю. Сейчас лежит золото, пуд, два, центр. Я не понимаю. Я перепрыгну через него и в руки не возьму. Бог ценит труд. Трудом моим заработан, потом. Я работал день, вот Володя пришел, его накормили. Вот это ценно. А кто обратится, дорогой мой? Даже мысль такую не имеет. Знаете, Игнатий Тихопович, вам не кажется, что когда, дай Господи, вы будете в Царстве Небесном, вы будете наблюдать за тем, как мучаются в вечности в одну те люди, которым мы могли помочь, но не до конца донесли им истинную любви Христа, то рано или поздно их мучения, они превратятся в наше мучение. И наш рай, где растет власть. Даша, не говорите. Даша, понятно. Ересь. Вы пропитаны ересью всякой. В первую очередь, в вечности находящиеся будут иметь чувствование во Христе Иисусе. И Бог воздрит с гневом. И очи его, как пламени огненные. Написано в третьей езре, из уст его меч. Да это в Откровении написано. И у верующих будет чувство не земное, а небесное. Они не только на посторонних, на своих детей будут смотреть, которые не приняли Христа, враги Божии. И поэтому выкиньте из головы, что там мы будем какие-то наворачивать сюжеты. А вот я бы мог обратить. Ты никого не обратишь. Сначала себя обратишь. Инатий Тихонович, я говорю в плане жизни. Мы живем в этом мире. И не надо думать о том, что где-то упразднятся какие-то наши чувства, желания, любовь, какая-то жалость к людям или еще что-то. То есть просто если рассматривать все с точки зрения мира нашего сегодняшнего, не надо залазить глубоко туда, где у вас упразднится в сердце какая-то жалость к людям или любовь. Там, где вы начнете ненавидеть тех, кого вы сегодня любите за то, что они предали Бога. Вы в том месте, мне кажется, мы начнем ненавидеть себя за то, что мы не привели людей к Господу Богу. Так, больше не говорите ничего. Не надо. Мне это не надо слушать. Забудьте. Ересь. Сплошная ересь. Больше это не повторяйте. Значит, вам недавно... Почему ересь-то? Что здесь... То-то-то-то-то. Мы не спорим, запомните. Я не спорю. Я вам сказал, вы не приняли. Все, я свободен. В нас будет существование во Христе Иисусе. Никто ни о ком не будет жалеть. Стены отсутствуют там. Вы знаете ли, там листья... Может, это из-за того, что... Может, Игнатий Тихонович... Может... Понимаете, Игнатий Тихонович, если бы Иисус Христос, апостол Павел, все апостолы поступили точно так же, я думаю, сегодня бы и не было ничего. И Господь бы не умерло. Вы знаете, это не надо. Повторяю, не говорите ничего. У вас ни на чем не основано. Вы думаете, так... Это ваша среда, где вы общаетесь. Вам не надо с ними... Почему не основано? У меня все основано на любви Христа. На той любви, которая вас любит. В общем так, разговор на эту тему окончен. Вы слышите? Вы опять и опять поворачиваете. Не знаете, потому что там нет зачем взяться. Вы ни одного слова, ни Писанием подтвердить не можете. Ничего нет. А вот там, да если кто-то где-то... Покажите хоть одно место Писания, чтобы там вечности мы смотрели и жалели. Я вам привел в ситуацию мира сегодняшнего. Я вам привел в ситуацию этого мира. Все, я вам сказал. Разговор на эту тему окончен. Следующий вопрос. Не надо, это от Лукао. Я отвечаю местами Писания. Показываю, какой Ветхий Завет. Вы уже сказали, уже по-другому все это и вроде не нужно. Не так это. Не, ну ладно, я могу не задавать эти вопросы. Просто вы могли бы ответить мне местами Писания. Это вопрос уже вам усолили со всех сторон. Я пытался уже с пяти сторон к вам подойти. И вы не принимаете. Больше ничего не надо. Я не виновен. Это вопрос. Скажите мне, пожалуйста, Игнатий Тихонович, что мне принять? Вот что вы хотите, чтобы мне принять в этом вопрос вообще? Во всем том обсуждении о любви, о которой я говорю. Молиться надо. Еще больше не советую. Молиться и поститься. Пост и молитвы. Молюсь и пощуюсь. Молитесь и поститесь. Если вы не знаете как, приезжайте сюда, со мной поживите. Вам будет это полезно. А это пустой разговор. Посты вы, говорите, сами не соблюдаете. А если везде там ездите, молиться некогда будет. Мы ездили на машине. И мы минимум 7 раз в день молитву совершали. Нам не стыдно было с мусульманам сказать. У них намаз 5 раз. А у нас 7 раз. А я не работаю. У меня до 18 раз в день. Перед Богом. Знаете, иногда вот честно, если да, простите, я с вами общаюсь. У меня часто в сердце все равно просыпается такое желание, знаете, сказать. Вот вы знаете о я. Вот вы знаете о я. А я не хочу ничего о себе говорить. Вы утверждаете какие-то факты. Мне чего говорить-то. Я тебе говорю о чем-то. Вы ни о чем не можете сказать, что у вас это есть. Поэтому вы не можете. Почему Яков говорит, покажи веру твою без дел твоих. Значит, настаивает. А ты, а я покажу тебе из дел моих. Что вы так боитесь-то сказать? Да спрашивают. Никто не делает. Я говорю, я делаю. И все. Вы говорите, зачем это нужно знать. А то для всех надо, то ни для кого не надо. Это видно для всех. Почему видно? Потому что мы живем в мире. Если я где-то тайно помог, я самое главное отдал. И это тайно никто не знает. Ни один человек. Я знаю, где тайно. И где сатана этим играет, тайно, чтобы никто не знал. То есть сделает скрыто. А там ничего нет. Почему людей так трогают? Потому что на фоне, который вы слышите, вы сами себя видите, что вы не во свете, а во тьме находитесь. Я же это очень хорошо понимаю. Я гляжу, когда человек-качок накачал такие мускулы, А я стою, ни одного раза не могу подняться на турнике, и брюхо вот такое пузырем. Ясное дело, что о чем показывает. Работать надо. И у вас от зависти не будет. Это от зависти все говорят. И тогда к силе Вильзевула. Ну исцеляйте, как Христос. Они не могли. Поэтому они клеветали и бросали камнями. Знаете, о вопросе «я» в нашей жизни, вот когда человек говорит «я», здесь вопрос даже не того, что силой кого, что. Тут просто вопрос того, что общество противится «я». Мы даже чаще должны говорить людям об «они», а не о «я». Я знаю, откуда это. Я поясняю вам. Вот это все разрушило наше государство. Я специально недавно говорил проповедь на эту тему. Слово Божие говорит «я». Почему? Я ответственен. Я родился. Я услышал. Я более вас всех потрудился, Павел говорит. И заметьте, только в одной главе он говорит, там кажется, 30 раз слово «я». А зачем? А потому что это «я». А чего вы так боитесь-то? А то «я» последняя буква. В славянском она на первом месте. «Аз». Буква «А». Вы спросили, я ответил. Оно вас задело. Почему? Потому что увидели, что ничего этого у вас нет. Нет, нет, Дмитрий Тихонович. Только поэтому. Я ответил вам. Все. На эту тему уже не разговариваем. Вы спросили, я ответил. Вы спросили. Вопрос, знаете, я говорю не об вас даже, не о том, что вы где-то что-то. Я тоже говорю себе «я» иногда. Но вопрос в другом. Вы говорите, что в Библии «я». Но знаете, апостол Павел сказал, что всеми надо быть. Как все, дабы хоть некоторых спасти. То есть здесь говорится о том, что если людям противно наше «я», а их нам нужно спасать, нам нужно идти навстречу ко Христу через любовь к людям. То есть тогда мы должны это «я» убрать подальше, поглубже, куда-нибудь в другое место. Вы пришли к людям сейчас вот. Вы остановились, едете выше на вокзале. Вот я стою на вокзале в Москве, на Казанском. Какая любовь? В чем она может проявиться? Вот любовь, любовь. Ну какая любовь, когда я стою вот такой, как есть? Они еще не знают. Мы прошли. Любимение нравственности. Мы только в каждый дом, давая Евангелие, прошли 30 тысяч домов. Тысяч? Это баптисты даже ахают. Это неужели? Да. И каждому я должен сказать. На все, про все, на дом две минуты. И что я должен сказать? Сказать, откуда мы, кто мы, какой веры. Мы заходим и говорим. Мы из Потеряевки, Мамовского района, Тайского края. Мы, православные христиане, сегодня собираем в три часа в Доме культуры. У вас есть в Доме Евангелия? Нет? Вот вам Евангелие. Все, мы расскажем о Христе. Мы вымеряем до одного слова, чтобы успеть сказать. А у меня вопрос. А вопрос разрешим там для всех. И опять вперед. Это опыт. А когда опыта нет, человек буровит, что попало. Должна быть выверенная программа. А можно ли все время совершенствоваться? Вот это и надо делать. Вот это надо делать. Просто, знаете, в Библии сказано, что дела наши, по делам их узнаете, их дела, они не в количестве, они в качестве. То есть мы можем обойти миллион домов и раздать хоть что. Я сказал дома пройти, вы не прошли. Вы сразу раз на дома кинулись. Теперь, что бы я ни сказал, он вас, сатана, разворачивает, укусить меня надо. Это моя колокольная. Я вас не кусаю, Игнатий Тихонович. Я просто хочу с тобой побеседовать. Качество Бог определяет. Это пустота все. Пустословие. И обратиться, не обратиться, не знаю, вот вы, я обращу кого-то, никого ты не обратишь. Обратишь, так в ересь уйдет. При таком настрое кого можете обратить? Когда человек, горя огнем, свидетельствует Павел, и никто, а одна Лидия пришла. И все. Перед этими гигантами духа кто мог устоять? Ничего не оттуда. А апостол Павел для всех сделался всем. Это очень важно. Это вот почему-то многие не замечают, что он для всех сделался всем. Он для униженных сделался униженным. Для возвышенных сделался возвышенным. Для всех сделался всем, дабы хоть некоторых. Вы что думаете, Павел бороду стрикли язычникам пошел? Да не в этом. Он бы пошел бы. И стрикли бородой пошел бы, если бы это нужда была для спасения. Я повторяю, он показал. Пришел к евреям, а они говорят, а для тебя они наслышались, ты не соблюдаешь закон. Но тут есть, которая... Ну и дальше начинает ему разъяснять, что вот такие люди, взявшие обед, и вот необходимые. И он сразу взял издержки на себя. Все. Не будучи чушь закона перед Богом. То есть, когда приходил к язычникам, он не говорил им о субботе. Он не говорил об обрезании. А они не знают, это чуждое для них было. Как чуждое закона. А не то, что они курят, и я закурю. Одни говорят, а для чего курил царь Николай? Ну, чтобы его там нет. Как царя, кто отвергнет-то? То есть, такие бредовые слова говорят. Быть верным Христу, это значит слышать голос Духа Святого. Знаете, вот вы привели ситуацию, да? Где пришел куришь вместе с ними. Знаете, в обществе курящих, не курящий человек уважаем. Но он сразу становится объектом для внимания. В обществе матерящихся, не матерящийся становится объектом для внимания, потому что он становится интересным. И интересно, как это он достиг такого уровня жизни. То есть, стал со всеми, как все, не обязательно. Здесь не говорится о грехах. Здесь просто, как стал с ними общаться, сделался как их кругом общения. Для того, чтобы спасти их, для того, чтобы им помочь. Вы людям говорите о благословении Божием? Ну, конечно, говорю. И в чем она заключается? Покажите хотя бы полюса. Благословение Божие? Да, благословение что такое? Я спрашиваю. Я им-то просто объясняю. Это когда все у тебя хорошо. Плодится скотина, жена в послушании, дети с тобою, мир на земле. Да, так. А проклятие что такое? Ну, проклятие, когда горит огнем все Украина. Это Донецк, Луганск, когда мирных жителей там, говорит, в яму наваливает. Неизвестно кто. Так, поняли, поняли. Теперь покажите, как это на практике сделать. Начинайте дальше. Первая встреча с людьми. Вот вы встретились. Они говорят, мы поняли, благословение – это хорошо. Говорите, с чего начинать? Вообще-то благословение Божие – это не только скотина, дом, любовь и такое прям абсолютное блаженство и созидание. Благословение – это даже болезнь, которая приходит в нашу жизнь. Благословение – это все то, что случается в нас для назидания, нас в Духе, во Христе. То есть это благословение. Посмотрите, как вы противитесь. И что бы я ни сказал, вы все против. Да я не против. Я повторяю, ни одного слова нет, где бы вы согласились. Вы все против, против. Воздух лукавый сидит. Вот смотрите. Слово благословения встречается в Ветхом Завете. Нам дальше идти не надо. Оно впервые встречается там-то. И я начинаю с основания людям преподавать то, что есть. Сказать. И там говорится, вот гора Горизим. А вот гора Гевал. И вот эти две горы. И здесь, значит, начинают. Чтующий отца и мать долголетием. Все отвечают, аминь. Проклят злословящий отца и мать. Поворачивайтесь к Гевалу. Людям надо разъяснить, откуда слова происходят. Я спрашиваю, вы не отвечаете. То есть не знаете. Вы слушайте внимательно. Вас уже избавовали вниманием-то? Первое благословение сегодня, конкретное, если хотят люди получить. Никогда, нигде не злослов евреев. Благословляющий вас благословлен будет у Бога. Никогда не проклинай евреев. Никогда. Хотя я закончу сейчас. И последнее благословение в Ветхом Завете – это десятина. Проклятием вы прокляты. Вы не платите десятину. Откройте сердца. Отдайте десятину Богу. Я людям это сказал. Все от меня не заявляет. А все остальное, благословение от отца, от матери, это все в середине находится. Вот первое и последнее. А в новом полное благословение. Мы благословены у Бога, в Духе Святом. Что давным Святое Крещение, Священство, Церковь. Мы омытые кровью Его. И Он теперь ведет нас, Господь, в страну обетованную. Наследие мое приятное для меня. И межи мои прошли по прекрасным местам. Все коротко. Все. Две минуты я вложился. Вопросов нет. Но здесь вы опять же сказали о том, что надо не ненавидеть евреев. А здесь надо не ненавидеть никого в этом мире. Надо любить всех. У вас на все находится. Там не сказано про всех. У вас дух противления. Очень сильный дух сидит. Где не сказано? В детском занятии. Простите. Я не добавил ни одного слова. Я называю Бытие 17 глава. Вы ничего не можете сказать. Да надо на всех. Это в другом месте посередине. Господь сказал. Знаете, из Библии слова нельзя не вырывать из контекста. Там есть глубокий контекст. Сказал. Я говорю вам Писание. А вы говорите о тете Фросе. Я говорю о том, что слова с Библией, если я на то пошло, их надо или высказывания читать в полной главе. Или как минимум даже в полной книге. Повторите, что это рассказывает. Для того, чтобы понять глубину того, что Господь хотел вам сказать. Скажите, что я на этого говорил. Люди хотят быть благословенными. Повторите мои слова, что я до этого сказал. Люди хотят быть благословенными. То есть ничего не можете сказать? У вас опустошенность полная. У вас еще не... Что я говорю? Я могу повторить. А у вас как будто глаза влетают и в затылок вылетают. Это очень тяжелое состояние. У вас очень тяжелое, душевое состояние. Не обижайся. Я говорю, встречаясь с тысячами людей Что бы ни сказал А на это раз Да любое дело, скажите, всегда можно найти Я спрашиваю человека, что такое душа? Я спрашиваю, что такое душа? К вам обращаюсь, объясните Душа это Это наше естество Это наша Субстанция божественная Которая пойдет к Господу Богу Которая создана Богом Которая управляет нашим телом Ну хорошо, что это все полное ответ дали? Или еще что-то по душой Священном Писании подразумевается? Ну конечно не полное Это частичка Что такое душа согласно Библии? Что на Библии говорится о душе? Ну вот эти, я не хочу мудрствовать Я это все знаю, я просто не хочу мудрствовать Ну скажите, зачем мудрствовать? Просто повторите, что знаете Я прошу вас Это мы Душа это мы Не знаете, значит Не бойтесь сказать Признание вне знания Открывает путь знанию Что такое душа 28 значений в Библии-то? У вас грамоты никакой нет духовной Подождите, зачем мне это знать? Просто объясните Зачем мне знать другому Каких-то философских трактатов Когда я знаю, что душа Это не философский Это библейский На каждое стих Писание Чего вы городите за что-то? Это 28 мест в разном указывается И душа его прилепилась к дине Ему сына Сихемова Я что вам, какая философия-то? Философия это языческая Когда они не знали Бога Я говорю по Библии Вы называйте философию Вы что делаете? В Библии И вместе с Яковом Было 75 душ Это не надо понимать Какая-то субстанция Душой называется и весь человек У меня семья 5 душ Предпочтение дается большему Второе, дальше Самсон говорит Душа моя выходит из меня Никуда она не выходила Упал ефих из окна Павел говорит Душа его в нем Видел душу убиенную В родительном падеже Понимаете? Это знание Знание священного Писания Возвышает душу Закон твой для меня Господь говорит данный Считайте 118 Псалом Он умудряет Просвещает очи И поэтому вы бы Писание знали У вас бы этого не было Считайте Псалтырь каждый день Мы считаем Молимся по Псалтыре Ежедневно И каждый день учимся Каждый день 365 дней в году Сказано Хоть все ты знаешь Хоть все науки мира Хоть весь этот мир Ты познал Но если любви не имеешь То все тщетно Я не вникаю Знаете в это почему? Я могу это все Я могу спокойно ответить На эти вопросы Просто я не хочу в них лезть Потому что есть вопросы праздности А есть вопросы глубокие Которые приводят Господу Богу Это глубокие вопросы Это А? Это глубокие вопросы Люди не знающие Что такое душа Делается саддукеями Сегодня А где больше ответ Чем душа Это есть вы Вот в чем Больший ответ Душа Это есть вы Вот в чем Здесь может быть Больше ответ Чем эти два слова Терпение вашего Спасайте души ваши Нам нужно знать О чем речь идет Как так? Священное писание Не знаю Не надо знать Это философия Называете Вы прям совершенно Не ожидали этого Вы Философия Это мудрствование Над тем Что с избытком То есть Господь дал Это языческая философия Библия философия Не называется Библия называется Слово Божие Священное писание Другого названия нету А все остальное ересь Вы знаете По Библии Очень многие сектанты говорят И такую ересь порой Поэтому знаете Они философствуют По Библии Загоняются Повторяю Они не в церкви И поэтому У них нет толкования Они сироты Они сироты У них нет толкования У них нет канона Вселенских соборов И мы им об этом говорим И как принимают Ну как Вот адвентистская говорила Она обратилась У нее дочка Тоже обратилась Адвентисты седьмого дня А теперь она Одна из самых ревностных Христианок у нас Ей ничего особенного не сказал Просто открыл писание И показал Вы так понимаете А вот смотрите Это место ваше толкование Не сходится с таким Тысячелетнее царство везде Вы тоже верите Что тысячелетнее на земле будет? Будет когда-то Тысячелетнее царство? Да Да, верим Что когда оно будет или идет? Оно будет Будет Это ересь Вы еретик Сто процентный Это хелиазм Церковь прокляла это учение А вы говорите православное У вас нет православия? Это ересь И это доказывать Чтоб доказать Вот мы собрались с баптистами Мы хотим вас услышать Но не буду говорить вы Вас там не было Но сибирская община А они приводят 4 места Ну вот Мне пришлось ответ давать Я привел на память им 72 места Библии Вот когда вы 72 места будете знать На эту тему Тогда вы можете рассуждать А вы ни одного может не укажете Я только что до этого говорил Оставьте расти жатву До жатвы Вы ноль внимания Какое тысячелетнее то Когда в первую очередь Плевелы будут изъяты Это все Ущелье тысячелетия Хелиазма Разрушено Вы заметили Да Игнатий Тихонович Вот вопросы О которых вы спорите Они Как бы важны Да Важны безусловно Но мы пришли сказать Господь пришел в этот мир Чтобы Дать людям любовь И мы должны сказать О любви О Господе О Христе Тем кто далек от Христа И знаете Вот эти вопросы О которых вы сейчас говорите Я прав Вы правы От этого Глубина Того Что с человеком Произойдет после жизни Если он живет Без Господа Бога Она не изменится Он попадет в ад Понимаете Все равно пойдет В геону На вечность Пойдет страдать В бедах своей души В бедах своего сердца Так слушайте внимательно Слушайте внимательно Я вам прочитаю сейчас Послание к евреям Шестая глава Считаем по порядку Это так нам писание говорит Посему Оставив Нащадки Учения Христова Значит Не только Нащадки 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 Поспешим К совершенству У вас этого Совершенно отсутствует И не станем Снова полагать Основания Обращения От мертвых Дел И вере в Бога Запятая Загибайте по пальцам Учению О крещении Ях В множественном числе О возложении Рук О воскресении Мертвых И о суде Вечном Это все Относится К нащадкам К нащадкам Вот что я назвал Павел назвал Только к нащадкам И это сделаем Если Бог позволит Вот о чем Писание говорит Что перечислили Сейчас Крещение Воскресение Мертвых А это как раз К тысячелетнему царству Относится О суде Вечном К тысячелетнему царству Это нащадки Учения У вас даже нащадков Учения нету А вы Говорите Это не надо О любви Любви Ну и сиди Со своей любовью Когда ты не знаешь Любви к Писанию Господь Духом Святым Изъяснил нам Это все Это нащадки Все Павел говорит Не о крещении О крещении Ях Во множественном числе Назовите Сколько вы знаете О крещении Ну почему я должен Сейчас экзамен Этот проводить Я знаю О том что Мы не на рамках Говорим Я вам отвечаю Вы не можете На один вопрос Ответьте А зачем я должен Вам отвечать Вам разве Это унизительно Ну я могу Сейчас вспомнить О крещении Духи Водой Огнем Он уже запечатал Вас это Расковарь Мне даже как-то Неудобно На эти вопросы Отвечать Потому что Это Обыкновенность Скажите В Ветхом Завете Было прообразование О крещении Нероятно Прообразом Прообразом В Ветхом Завете Ковчех Что прообразовал Боже мой Игнатий Тихонович Простите Пожалуйста Можно Я просто Вас спрошу Один вопрос Нет Я вас спрашиваю Сейчас Вы пока Ответьте Зачем Выходите Вы не один вопрос Не отвечаете Просто Прошу вас Давайте Я этот вопрос Задам И будем Общаться Дальше Как вы думаете Когда Христос Призвал Себе людей Когда за ним Шли тысячи Так Обожите Обожите Пожалуйста В Ветхом Завете Многое сказано Если ты не понимаешь Ты в Новом Завете Ничего не поймешь Потому что Это основание Это была тень Будущих благ Во Христе Иисусе Тень В Ветхом Завете Был ковчег Я вас спрашиваю Что он означает А давайте не будем У вас нет осознания Что вы не знаете это Вы сказали Вот момент настал Когда я могу узнать У вас нет знания Это узнавать А мне от этого Смысла нету Понимаете В этом нету Смысла это узнавать Потому что на сегодняшний день Я просто хотел вопрос задать Когда Иисус Христос пришел И за ним Чили тысячи людей Вам это не надо Они знали эти ответы На эти вопросы Скажите мне В Ветхом Завете Прообразование было Крещению Или не было Ягненок указал на Христа Жертвенник указал Я думаю это понятно было Потому что все указывало На Христа В Ветхом Завете Конечно Просто есть вопросы Жертвенник указал На Жертвенник указал на крест Жертвенник, на который ложили жертву. У вас знания Писания совершенно отсутствуют. Не то, что маленькое, никакого. Я спрашиваю. Я не спорю, Игнатий Тихонович. В Ветхом Завете крещение на что указывало? В вопросах нет. Просто на этот вопрос хочется услышать ваш ответ. Когда Иисус Христос вел людей, тысячи за ним шли. И когда он им сказал благовествовать и говорить о его любви, идти за ним, сколько людей из них знали ответа, был ли прообраз крещения в Ветхом Завете? Сколько из этих людей? Сколько людей, которые пошли на крест во Иисуса Христа и были забиты камнями, знали ответы на эти вопросы? Заговаривают. Я не надел вопрос, не отвечайте. Мне неинтересно с вами разговаривать. Понимаете как? На какой? Я не могу ответить на те вопросы, которые вы говорите, потому что для меня они второстепенные. Да вы для вас не в церкви. А для человека верующего, для него это исключительно важно. Слушайте внимательно. Вот я что вам говорю сейчас. Вы до сегодняшнего дня не считали. Просто не считали. Послание к Колоссиным. Вам это не надо. Зачем вам нужно? Вы любовь, любовь, любовь. Но вот... Сейчас, если дайте, одна только пауза. Пожалуйста, сейчас продолжите. Вторая нова. Прошу вас. Прошу, пожалуйста. Одну маленькую. Не, не. Прошу вас, пожалуйста. Пожалуйста, помолчите. Я считаю, Писание да умолкнет всякая тварь. Ибо Господь говорит... Просто в конце мне скажите, для чего бы вы это сказали? В нем, во Христе, 11 стих. В нем вы и обрезаны, во Христе, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вам это не надо знать, что теперь не Моисеева, а Христова. Где? 12 стих. Быв погребены с ним в крещении. Это что, философия? У вас познания никакого нету. Абсолютно никакого. Я спрашиваю, что преобразовало крещение? Вот Павел говорит, обрезание... Зачем вы это сейчас сказали? Цель? Обрезание, обрезание, дорогой, обрезание. Обрезание... Здесь вопрос. Обрезание преобразовало крещение. Вот вы спросите, я вам ответил. И что? Вот простите, и что? Это означает то, что без обрезания человек не мог кушать Пасху. И сегодня без крещения... Простите, но мы говорим обо всем. Зачем? Мы общаемся с вами. Так, обожите. Я вам говорю об одном, вы мне сразу же обо всем. Когда я говорю сейчас, вы слышите, что я еще продолжаю шевелить губами, и говорите, вы сразу встреваете или встреваете. Это безобразие просто. Ну простите меня, просто я как бы не вижу... Я считаю Слово Божие, а вы в это время свое лепите и лепите. Знания-то никакого нет. Это вам еще непонятно, что ли? Голова по-просто. Слово Божие, простите меня, Иисуса Христа распяли по Слову Божьему. Тоже, если на то пошло. Вы о Христе не знаете ничего. Я в учении Христово вам говорю, что в Ветхом Завете в Ветхом Завете был Агнец. И когда читаем Евангелие от Иоанна 1.29, Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Значит, а как люди знали бы слово Агнец, когда идет человек? Почему он Игненок? В Ветхом Завете жертва была. А мне Ветхий Завет не нужен. То есть ты его не знаешь, тебе и не надо, как Лю Толстому. В Новом Завете. В Новом Завете мы все должны увидеть прообразовательное там. Потому что оно поддерживает. А почему нужно? Потому что без этого знания ты богохульник будешь. Вот у тебя крест на шее есть? Покажите. Нету. Нету его. А зачем вы говорите, что вы православные? Вы ерите их самые полновесные. У меня вот он крестик. Смотрите. Вот он крестик. Он вас спасает? Не найдите крестик. Я тоже православный. Не об этом. Не надо кощунствовать. Он напоминает. Мне тоже напоминает. Слушайте внимательно. В Ветхом Завете написано. Освящается жертвенник. 37 глава исход. 7 дней. И все, что прикоснется к нему, осветится. Все, что прикоснется. Так, в Новом Завете нам нужно узнать, а где он, это жертвенник. Сначала узнали о жертве. Жертва это Христос. Агнес. А куда положили Ягненка на жертве? Христа куда положили? На крест. Как может крест не быть освящающим, если он пропитан не кровью ягнят, не кровью волов, а кровью причистого Агнца Божия, сшедшего с небес, и воплотив, что сядь Дева Мария и Духа Святая? А что он тебе дает? Он дает мне силу на дьявола. Он укрепляет меня. Это жертвенник, напоминание жертвенника. А раз вы это не знаете, он вам и не нужен, вы его... А говорить, а я православный. Я, как бы назывался я православный, если на мне креста нету. Креста нету, ты вообще никто. Ты не можешь причащаться. Ты на исповеди не бываешь. Зачем вы себя обманываете? Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь добрый, путь древний. Не новые секты возникли, а путь древний. 7.16, Иеремия, просчитайте. 6.16. 6.16. 6.16, порока Иеремия. 7.16, иеремия, остановитесь, то есть, я буду вперед, остановитесь. И расспросите, у кого расспросите, те, которые шли этим путем, где путь древний, путь добрый, по нему идите. А сегодня секта за сектой. Где вы вращаетесь, это все мертво. Там нету, там Духа Святого. Потому что знания Библии нету, поста нету, креста нету, ничего нету, и пояса нету, и бороды нету. Ничего нету. Зачем вы в эту игру играете? Не надо это делать. Вам это надоест. Вы долго не будете в этом держаться. Вы свалитесь с 50-никами, валяйтесь, будете пену пускать. Вам это не надо. А это вот на вашем этом ложном воскресенье, вот все это вас испортили. Слушали, вы одно и то же твердили, а ничего этого нет. А два раза повторенная ложь делается для человека правдой. Не надо это делать. Вы кого-то пытаетесь учить, еще учить, когда ничего нету. Я же вас не лечу, Игнать Тихонов. Я просто с вами общаюсь, а вы мне все время, я вам как бы хочу одно спросить. А вы мне начинаете обо всем, обо всем, обо всем, обо всем. А зачем мне обо всем, если в текущий момент... Замкнуло что-то, не говорит. Не слышно ничего. Замкнуло. Главное, зачем все говорить? Неужели всех надо под свой уровень, от земли полсантиметра, и всех подравнивать-то? Стремитесь к совершенству. Что бы ни сказал, мне это не надо, мне это не надо. Вы опустошенный полностью. Вообще-то он глаза закатил, смотрю, он помер, что ли. Ужас какой. Возник неполадки написано. Сейчас он... Алло. Ничего нету. Алло, Алло, Игнатий Тихонович. Алло, он спрашивает. Вы отключили видео, да? Да ничего нету, это интернет так работает. Интернет это, мы не отключили. У нас интернет хороший работает. Вы в каком городе находитесь? В Липецкой области. В Липецкой? Ну, это что Липецк? Там Елец есть город, кажется. Не знаю. Мы были в прошлом году там, в Липецкой области. Ну, отлично, я тоже был там. Так, что у вас за вопрос еще? По описанию. Да хотелось бы мне просто с вами пообщаться, хотелось что-то услышать. Нет, с такими пустяками попрошу больше ко мне не обращайтесь. Если вы не хотите слушать, вам зачем нужно время отнимать у меня? Вы должны внимать слушать. Я хотел вас послушать, но вы же не отвечаете на вопросы. Вы даже не можете понять, что я отвечаю вам. И вы ответ от не можете никуда. Вас просто пережгло на том, что вы ездите и говорите. Вам не надо нигде проповедовать. Вам нужно учиться. Учиться смирению. Смиренно сидеть у ног Христа. И тогда был бы... Я не спорю, Игнатий Тихонович. Но кто бы меня ею научил? Кто бы научил? Вот, допустим, я к вам обратился, научить меня смирению, а научился только какому-то отвержению. А вот я с первого дня начал искать. Еще в Клайпеде, в первый год, меня Господь привел к Блаженному Фифилакту. Потому что у меня было сильное желание. Почему все против говорят, друг против друга? И Бог показал мне единственное верное учение православной церкви. Основанное на учении святых отцов. Я даже вам говорю, а вы все равно ничего не ищите. Прошлая встреча была, и вы так и на том месте остались. То есть у вас запечатано намертво все. Я вот услышал, есть толкование на песню песней. В свое время я не мог достать. Я стал расспрашивать. У православных нет его. Я у баптистов узнал, что оно есть. Я познакомился поближе и стал узнавать. И оказалось, что оно есть, но в другом городе. Так, минутку. Сейчас, что угодит на меня. Говори. Да. Да. Ну, что, что много-то, много-то конкретно, что много? Боквы не всегда сосчитаны. Ну, он использовал три раза Господь, три раза Бог, шесть раз, без заимения вуза. Нет, 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 нет. Вы как проверяли? Вы зарядите через войсковик. Позже. А, ну тогда хорошо. Может быть. Может быть. Мы стоим на площади, мы стоим на площади, на Москве. Стоим со священниками рядом. И я предупредил, слушайте внимательно, выступает патриарх Алексей Второй. Ну, не меньше 20 минут, это памятники Кирилла Мефодия. И слово Христос ни разу не прозвучало. Выступает корреспондентка, одна и говорит, Бог, Чаплин, сказал в течение 15 минут два раза, Христос ни разу. Это вообще принятое. Это я знаю. Благодарю. Благодарю вас. Да, благодарю вас. Да. Всего хорошего. Храни Господь. Приходите к нам. Игнатий Тихонович. Да. Игнатий Тихонович. Да. Вам не кажется иногда, да, вот, когда мы говорим, там, попы плохие, там, патриарх, там, где-то неправильно что-то сказал, что, как людей в такую церковь-то вести, если вы говорите, что неправильно. То есть православная церковь верная, а куда вести людей, если они понимают, что во главе стоит антихрист, как вы говорите, патриарх антихрист. Если вы говорите, что епископы... Что делать людям? Подожди. Я немножко пояснил, он не услышал просто. Я не расслышал. Что говорит? Он говорит, что как вести в церковь, когда вы говорите, священники не такие, епископы не такие, патриарх не такой. Как вести людей в церковь? Все совратились. Ну, как вести людей? Все совратились. Все до единого. Это говорит Давид. И что из этого? Давид продолжал работать среди ханиньяв. Нет, среди Израиля работал. Считайте, 13-52-й псалом. Все совратились. Все до единого написано. И отначально продолжают проповедовать. Я в такой обстановке нахожусь. Но я в храме, в церкви. Новые души обращаются. Новые архиереи располагаются. Когда я начинал говорить о крещении, вообще не было. Я от руки перепечатал, рассылал. А сейчас везде купели строят. Как, как? Может, стоит, прежде всего, в людях хорошее найти? Может, хорошее следует в них высмотреть? Потому что, ну, говоря, что патриарх антихрист, может, все-таки это не так? Ну, а кто сказал, что патриарх антихрист? Ну, я у вас слышал в ваше видео, что он был в антихрист. Нигде вы этого не найдете. Нигде этого нету. Вы даже что, слышите, этого не видели? Я им говорю, когда евангелие наши, которые раздавали, сжигали, я патриарху говорю, какие антихристы вокруг вас, когда евангелие сжигают? Патриарха никогда не называл, нигде нету. Ну, ладно, просто у вас очень большое, знаете, у вас противление православию, даже сегодняшнему, больше, чем у сектантов всяких разных толков. То есть, здесь вместо того, чтобы их через любовь привести к истине, вы начинаете их ненавидеть. Вы пришли меня учить или научиться? Скажите конкретно. Нет, я хочу вас спросить. Я вам ответил, вы ни на него вопрос не отвечаете, больше я вам отвечать не должен. Я минимум на 50 вопросов уже ответил, вы ни на один не отвечаете, ни на один. И новые вопросы подходят. А я не знаю, я не знаю ответов, как я могу вам ответить. Давай узнавайте, я вам показываю. Достаньте блаженного Фепилакта и начните считать. Запиши. Пойди купи его. Просто именно эти текущие моменты, да, вот если я же хочу жить так же, как вы. Я хочу тоже говорить о Боге. Я хочу говорить, что попы плохие. Я хочу говорить, что патриарх... Я хочу говорить, как вы. Но в то же время, когда я говорю, как вы, я упираюсь в проблему. О том, что я говорю, что плопы и патриарх ведут себя неверно. И говорю людям, идите к ним, они вас научат неверному, соответственно. Как быть-то в такой ситуации? Может, все-таки в них есть что-то верное? Может, все-таки в них есть зачатки... Верное, верное. Евангелие верное. Евангелие верное. Что говорят, говорят, делайте. А по делам не поступайте. И когда они считают проповеди, они все проповеди хорошие. Проповеди. По ним только жить им надо. Вы мне приписываете то, чего я не говорил. Я не пойму, с чего с вами. Может быть, от болезни какой-то? Я еще говорю, вы ничего не можете ухватить. Может, и болезни. Я безумен. Вы сами себе поправку-то делайте маленько-то. В здравой памяти умеет человек вам говорить, и вы ничего не принимаете. К Антонию пришли. Я хочу все принять. Просто у меня возникают из-за вопросов в ответах вопросы. Ответил вопрос, и вы снимете все. Будете читать Боженов и Пелакта. Запишите, и вопросы все сняты. Вы пришли просто искушать меня. Я отвечаю, и вы не слышите. Я третий раз отвечаю, и вы не понимаете. Вы искуситель. Я вас люблю, если честно. И очень... Вы для меня пример. Именно пример из такого глубокого шествия за Христом. Но просто мне очень... Знаете, мне очень больно иногда смотреть на то, что люди, которые посвящают свою всю жизнь Христу, они почему-то иногда забывают о самом важном. Это все в житиях написано. Как сатана жалеет. Ты себя погубишь, ты пошел, ты постишься, ты не надо. Это опять в сатана подходит. Вы все жалеете. Вы только себя не можете пожалеть. Что ни Писания не знаете, ни поста, ни креста. И даже не жалеете. Это все от лукавого. Вы наденьте крест. Сходите на исповедь. И к причастию не подходите несколько лет. Сколько вы нагородили только сегодня, за это не ответите перед Богом. И Ветхий Завет вам не нужен совсем. И ничего не знаете. Я понимаю, что человек... Я не говорю, что он не нужен. Я и говорю, что законничество это плохо. Законничество. Человек в клинической смерти, у него может быть повреждение мозгов. Но вы сами себе поправку делаете. И скажите, я не могу, я не знаю. Ну теперь, блаженавь и пилакта, возьмите. Запишите и завтра достаньте. Но вы не хотите, вы очень ленивые. Я в прошлый раз вам говорил, вы даже ничего не берете. Ни Библию не считаете, ни святых отцов, ни канона церковной, ни жития, ни творения. Ничего нету. Я разговариваю с пустотой. Я просто не углубляюсь в то, что лишнее. Если есть более важный вопрос... Вам не надо писание. Это любовь. Любите друг друга, покажите. А вы ничего не можете показать. У вас не любовь к Библии. Не любовь к Слову Божию полностью. Не любовь ко Христу. Не любовь к соборам. Не любовь к святым отцам. А трепетесь о любви. Прости, Господи. Почему вы так говорите? Вы понимаете, что это безпроигрышное, говорить о любви. А вас проверить-то нельзя. Вы нигде нету, вас нигде нету. А теперь только подыскивать. А ты вот говорил они с любовью. Попробуй, докажи. Крутки или не крутки. Идите и работайте в церкви. По помойкам не лазьте. Как псы смердящие. Зачем вам это надо? Все столы наполнены отвратительной блевотиной. И в эти блевотины там у сектантов нахватались и поперхнулись. Ничего не знаете. Да вы сколько лет-то могли бы уже сколько знать-то? Люди уже за это время семинарию, академию оканчивают. А вы все еще там на задворках стоите, трепешетесь. И ничего не знаете. Что вы уже знаете? Что вы уже знаете? Смотрите. Вы ко мне вышли. Пришли люди к великому Антонию. И говорит, мы слышали, что ты великий учитель. Мы пришли поучиться. Он говорит, спрашивайте. Он говорит, а почему? Они говорят, а почему вы решили, что Бог Тарычин? Потому что Бог открыл это нам. И Бог во Святой Троице. Нет, Он с одним. Подождите. Вы кто к кому пришел? Вы ко мне или я к вам? Вы пришли сразу. Вы мудрый человек. Мудрый слушайте меня. И они обратились к Богу. Не надо лукавиться. Вы ко мне пришли задавать вопросы. А вопросов-то и нет. Вы только подыскивайтесь под меня. Поймите, что я для вас не досягаем. Абсолютно. Я не могу спросить. Я не могу спросить, в чем я неправда. И говорите, что я неправда. Любовь, 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 любовь. У нас батюшек-любистов хватает таких. Головки целуют. И ничего они не знают. Вы думаете, грявучатся в семинарии, в академии? Надо считать. Я вам говорю, я за Словом Божьим проводил по 10 часов в день. Везде, в дороге, в пути, везде. Оно у меня из рук не выпадало. И даже противники мои, и те говорят, у него Слово Божие всегда открыто. А вы себе говорите. Я имею право говорить. Мне Бог дал любовь к Слову Божию. У вас ее нет, и вы не можете сказать. Поэтому вы должны на меня нападать. А что вы себе говорите? А что я вас скажу когда-то? Да я вас не нападаю. Знаете, вы даже в этом не видите то, что я хотел вам сказать. Я люблю моего Бога. Я люблю его Слово. Вы для меня пример. Я хочу знать глубину ваших помыслов, глубину ваших шагов. Для того, чтобы познать, а где, а где, как мне это жить. А вы мне каждый раз говорите, что я не прав. А вы что, если я буду всем так же говорить? Повторяю, 118-й Слово. Всем так же начну говорить. Забудьте, меня нету здесь. Вы голос небесный слышите. 118-й Словом, 105-й стих. Слово твое, светильник на гема и свет стезе. Петр говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вы к нему не обращаетесь, не знаете, и вы во тьме находитесь. Но прежде всего, любовь, Игнатий Тихонович. Потому что если сказать эти стихи, они могут, каждый сектант может их произнести. Дабы знали, какой ответ дать, Павел говорит. Дабы знали. А что вы скажете, когда не знаете? Ни на один вопрос не отвечаете. Это Ветхий Завет. Я спрашиваю, что означают эти образы? Апостол Павел объясняет это послание к евреям. А вы даже не досчитали, видать, до него. Все, что в Ветхом Завете было прообраз. Прообраз. Скрижали, которые были, две скрижали, они называются Словом Божиим. Теперь Бог явился во плоти. Слово было Богом. Вот эти скрижали указывали на Христа. Прообраз. А скрижали лежали в ковчеге. Ковчег указывает на преблагословенную Матерь Божию. И люди, которые заглянули в ковчег, жители Бевсомиса, 5 глава 1 книги Царств, не порадовались. Бог убил 50 тысяч и 70 человек. Это Бог-любовь. Они на поле работали. А что там? Да говорят, ковчег. Какой ковчег? Заглянули. Они не исхулили, не плевали, как сектанты на Божью Матерь, на иконы. И Бог убил. Имя которому любовь. 50 тысяч. Вы понимаете, это даже в Сталинградскую битву цифра считалась. 50 тысяч и 70 человек. Зачем? Божья Матерь не исследуется. У нее детей не было. Не было. Единый Христос был. Единородный Сын Божий. И она осталась с Девой до рождения, после рождения. Прис на Деву Мария. Это ковчег Божий. И ковчег дело Божие не поправляется. Оза наклонился к ковчегу. Попробовал. Наклонился. Прикоснулся, чтобы поддержать. Он вознился. Бог сразу убил его. А вы прикасаетесь к тому, что неприкасаемо. Вы не понимаете ничего. Почему? Потому что души пленены дьяволом. Вы не понимаете ничего. Хоть сколько бы я ни говорил, это бесполезно. Как говорится, горох от стены. Я просто не пойму, что понять-то. Так. Вот видите, вот столько ступо вся. Игнать и тени. Они оставят, а все бесполезно говорить. Давайте прощаемся по-хорошему. Пока блаженного Пелакта не просчитаете, больше ко мне не звоните. Тогда мы хоть молитву будем говорить, я буду спрашивать. Я ничего не могу спросить вас. Совершенно опустошу. Я ничего не знаю. Я знаю только о том, что Христос умер за нас. Отключайтесь. Я уже не слушаю. Отключайтесь. С Богом. Просчетите. Тогда мне позвоните. Там через год, через два. Давайте. Выключайте. Выключайте. Давайте вы выключайте. Ну, вы можете как включать? Выключать? А? Выключать умеете? Умею, но я хочу, чтобы выключили. Вы включили ко мне пришли? Вы должны выключить теперь. Это уже хулиганство. А почему? Да вы хулиган совсем. Выключайте, я прошу вас. Выключайте. Ну, скажите, почему, Игнатий Тихонович? Просто интересно. Может, здесь есть уже какая-то... Почему я за вами закрывать должен? Да вы дверь открыли ко мне. Теперь закройте ее. Может, это суеверие, Игнатий Тихонович? Я сказал, закройте. Не надо умничать. Вам не с чем умничать. Закрывайте. Игнатий Тихонович, я не хочу закрывать. Я хочу на вас... Нахал какой. Пришел искуситель. Он еще не знает. Ну, ладно. Может, когда...